Сейчас такая ситуация, не только глобализация, не только взаимодействие. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. То, что предусмотрено Уставом ООН, право нации на самоопределение. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Блогер Бэйн Лайф. У нас сегодня эфир будет посвящен теме, которая меня лично беспокоит всегда больше всего. То есть из всех тем, которые мы с вами когда-либо говорили, эта тема меня тревожит больше всего. А именно будущее России, именно молодежь, воспитание молодежи, то, как говорится, к чему ведут страну. Я в самом начале хочу сказать, особенно те люди, которые недавно на моем канале. Перед вами сидит человек, который всецело поддерживает российского президента Владимира Владимировича Путина. То, что сейчас мы здесь будем говорить, это не критика президента. Ни в коем случае. Я никогда не говорил вещи, что президента надо менять или что-то в этом роде. Нет. Но есть вещи, которые, к сожалению, происходят в России, которые я не знаю, как вам, которые живут в России. Основная масса моих зрителей как раз и проживают в России. Я не знаю, как вам, но меня, например, это очень сильно беспокоит, расстраивает, тревожит. То есть поговорим сегодня о молодежи, о воспитании молодежи, о том, что происходит на российском телевидении. У нас сегодня совместный эфир. Одного человека не видно. Миша, вернись, пожалуйста, в кадр. Вот. Это мои друзья. Справа вы видите Сережа Кирстар и Михаил Гончаров. Это мои хорошие друзья. Вот. С ними я сегодня и проведу эфир. Здравствуйте, ребята. Спасибо, что присоединились. И спасибо за желание обсудить, как я сказал, уже тему, которая меня крайне беспокоит. Вот. Ну что, друзья. Недавно у нас, вернее, да, у вас в России был экономический форум в Питере, на который был приглашен Даня Милохин. Президент Российской Федерации. И президент Российской Федерации был приглашен. А перед ним Даня Милохин. Так правильно. Да, Сережа, давай, чтобы не я один... Нет, давай, давай. На меня сразу зрителям хочу сказать, на меня не очень внимания обращать, потому что мне еще на кнопки нажимать надо, чтобы выводить все титры, ваши комментарии. Да, кстати... Тоже на экран. Поэтому вы не забывайте писать свои комментарии в чате. Кстати, справа это редактор. Сейчас, секундочку. Те комментарии, которые зрители видят на экране телевизора, они идут с чата. Чат в трансляции. Если кто-то хочет попасть в трансляцию своим комментарием, они могут написать в чате трансляции на Ютубе. И ваш комментарий очень может быть, что в эфир попадет. Если, конечно, он представляет интерес для канала. Ни какой-то там... Не реклама, конечно же. Ни какие-то упоротые и так далее. То есть, конструктивное что-то, красивое, хорошее, позитивное. Я поставил лайк. Кстати, это обязательно. Как и все. И не забывайте про телеграм-канал наш. Блогер БН. Богдан всегда забывает про него говорить. Я не знаю, почему. Может быть, у него аллергия на этот канал. Я ему всегда говорю, надо говорить. Он все время забывает. А после эфира говорит, что-то я не сказал. Что-то я забыл. Также не забывайте, что у нас есть канал на Рутубе. Этот же канал. Блогер БН Лайк. На тот случай, если Ютуб когда-нибудь у нас, в общем-то, всех блокернет. И самый главный канал, конечно же, Телеграма. Главная редакция пропаганды. Троллинг канал такой небольшой. Для особо упоротых. Вот, в общем-то, все. Богдан, слушаем тебя. Да, ну, в общем, ребят. Экономический форум в Питере. Куда был приглашен президент Российской Федерации? На этом экономическом форуме было, в принципе... Так, можно сказать, цвет российского бизнеса и экономики? И не только российского. Вот, и что мы там видим? Мы видим там Диму... Даню, вернее, Милохина. Который был также приглашен. Который является лицом Сбербанка. Который является лицом Сбербанка. То есть... Ну, это что? Это полный шиндец? Что происходит? Это провал, я считаю. Ну, это мое мнение. Но это же не единственный случай. Это же не единственное, за что можно краснеть. Потому что... Миша, хочешь что-то сказать? Миша, скажу сразу, Миша, Миша, вот почему здесь Миша присутствует? Миша здесь присутствует не случайно. Потому что Миша, вот когда мы с Мишей ведем вот такие вот разговоры через телефон, Миша всегда очень позитивный, активно защищает Россию, он верит, все хорошо. Мы с ним очень часто на эту тему говорим. Поэтому, я надеюсь, Миша, ты будешь в том же ключе. Потому что разговор должен быть интересный. Багдан, ну, ключ я с собой не прихватил, но могу, конечно, взять. Я не поздоровался с нашими чатланами. Вижу здесь наши основные друзья на месте. У нас хорошая поддержка. И с нами даже вожди индейцев. Это нормально все. Короче, мое мнение по поводу Грефа и то, что Сбербанк сделал лицом Сбера вот, так сказать, таких молодых людей. На сегодняшний день, на сегодняшний день бабло рулит. Хоть это и сленг, но по факту так и есть. Идеология отодвинута. Но они же заявили, что за счет одной рекламы, где они запустили вот этого мальчика или кого там, они поимели прибыль 1 к 12, по-моему, да? Вот на вложенный рубль 12 рублей. Это супер, это 1200 процентов. Ну, кто же откажется от такой прибыли? Поэтому никаких моральных принципов. Они играют сейчас с молодежью. Молодежь завлекают. Ну, короче, чистый бизнес. Хотя это надо все менять в корне. И мы об этом сейчас будем говорить. Да, к сожалению, все заточены на бизнес, на деньги. Меня удивляет, сколько раз уже Михалков, мой любимый Михалков, говорит, твердит о том, что мы идем не туда. Да, меня удивляет, что мы, по-моему, катимся просто. Для честности, конечно, хотел бы добавить, что не только Россия к этому катится, потому что здесь, где я нахожусь, Канада, США, Европа, в общем-то, тоже то же самое. Вы посмотрите, что творится в США. Здесь белому, гетеросексуальному человеку уже делать нечего. То есть катимся непонятно куда весь мир. Но на весь мир мне лично глубоко все равно. Несмотря на то, что я и живу за границей. Мне больше всего волнует Россия. Потому что то, что катится Россия, на мой взгляд, это вообще неприемлемо. То есть как это? Ребята. Ну, а что тут можно поделать? Почему, вот смотрите, президент был на этом форуме. Вот мне интересно было бы спросить реакцию. Ну, сколько можно закрывать на это глаза? Как телевидение вообще? А что должен был он сделать, президент? Ну, давайте подумаем, ребята. А что он мог бы сделать? Кстати, как обычно, я забыл. У нас сегодня не только разговор между тремя. Запишите сразу номер эфира, телефона, вотсад. Все ваши звонки будут выведены в эфир. И у вас есть возможность присоединиться к обсуждению. Я на это очень рассчитываю. Потому что тема, я сказал, эта тема меня волнует больше всего. Номер телефона эфира. Запишите. Он периодически будет возникать, вот как сейчас, наверху. Плюс семь. Девять два пять. Пять ноль пять ноль семь пять пять. Этот номер вы сохраняете у себя в вашем мобильном телефоне. Открываете программу Whatsapp. Находите в списке ваших контактов в программе Whatsapp этот номер. Как вы там назовете? Назовите блогер БН, к примеру. И вы сможете позвонить в эфир. И появитесь в эфире, вас будет слышно. Никто не будет видеть ваш номер. Все конфиденциально. Если я не ответил, всегда помните, что я обязательно перезвоню каждому, кто звонил в эфир. Да. Богдан, реплику можно? Вот смотри, ленту смотрю, я уже отвечу на один вопрос. Вот пишет у нас товарищ, Ник, русский поезд. Вопрос. Прибыли от кого? От малолетних людей от 10 до 15 лет. Это просто смешно. У них нет денег в принципе. Уважаемый русский поезд. Дети не всегда остаются детьми. Дети очень быстро растут. И там, где 10-15 лет, через каких-то 2-3-4-5 лет этот молодой человек придет в Сбер и будет брать эти кредиты. И на нем будут делать деньги. И у этого молодого человека есть еще работоспособные родители, которые будут удовлетворять потребности своего чада. Отсюда и прибыль, и бизнес, и бабло. И поэтому вот эти 4 знака смешно. Это не смешно. Это бизнес. Это капитализм. Ребята, тут в принципе такая палка о двух концах. С одной стороны надо двигать экономику. Деньги должны вращаться. Деньги должны делать деньги. Это закон капитализма. Раз уж мы отказались от распределения всем, так сказать, по труду. Коммунизм мы построить не смогли, но социализм вроде бы был. Сколько заработал, столько получил. Сейчас строим совсем другое общество. Сейчас деньги делают деньги. И с одной стороны, вот такие вот пиар-акции, как они делают. Да, они привлекли внимание молодежи. Да, они привлекли капиталы. Да, они раскручивают бизнес. Все это, конечно, хорошо. Но уходит на задний план мораль, нравственность, все двигается. И вот найти вот эту грань, такую золотую середину, чтобы осталась и нравственность, и двигался бизнес, и строился капитализм, раз уж мы не меняем формацию. Вот над этим надо работать. А вообще, как ты считаешь, Миша, можно строить и капитализм, и нравственность сохранить? Вот у меня, честно говоря, какие-то сомнения по этому поводу. Значит, смотри, Богдан, ну есть уже правило, что ни один капиталист не откажется там от 300% прибыли. А кто-то маму родную продаст там или всех поубивает в таком духе, потому что прибыль — это святое. Ну, непреложный закон капитализма. Но с другой стороны, людей можно воспитывать, если есть основа нравственная, если есть моральные устои, то даже самый, так сказать, акулистый бизнес можно немножко приземлять и социализировать. Понимаешь, невозможно, короче, невозможно всю жизнь работать только на одну прибыль. Надо посмотреть по сторонам. И я так уже чувствую, ну, допустим, много у нас, так сказать, жалобщиков, все пропальщиков, которые говорят, что у нас, видите ли, олигархи до сих пор, они рулят, они всех замучили, денежные мешки у нас все украли. Ну, ребята, это издержки капиталистического строя. Да, у кого-то очень много денег, но надеяться на то, что эти денежные мешки можно сейчас отнять и поделить или воззвать к совести, к воспитанию, типа, как вам не ай-яй-яй, отдайте сами, раздайте на всех, это не выход. В первом случае это жесткая гражданская война и кровь. Во втором случае это капитал. Я понимаю, что никто ни у кого ничего не заберет, я даже об этом и не думаю, но вот контроль со стороны государства должен какой-то быть по поводу воспитания молодежи, идеологии, того, что показывают по телевидению. Я немножко позже, дорогие зрители, я подготовил вам видеоряд, там, четыре фрагмента с вашего российского телевидения, это вообще, это только четыре. Я для того, чтобы, как говорится, обозначиться, вы прекрасно понимаете, что вы это видите все с утра до вечера. Контролировать со стороны государства тоже нельзя. Если нельзя, тогда надо думать, почему, то есть, ну, это ведет просто в пропасть. А если можно, почему это? Это ведет в конкретную пропасть. Через 30 лет эти Дани Милохины будут выбираться у нас на постпрезидент. Сто процентов. Через 30 лет. Дело не только в Дани Милохине, а дело в том, что этот человек... Я его именем назвал сейчас всю вот эту часть. Это человек, это человек воплощения успешности для российской молодежи. Для детей. Правильно, так. Еще пока детей, которые будут вкладывать что-то в умы, для них это да. Но, сейчас, Богдан, подожди, я просто скажу сразу. Вот я сейчас открыл YouTube, набрал Дани Милохин. То есть, собственно, все, кто, все могут это же сделать. И вы знаете, я вам хочу сказать, что вот все, вот я просматриваю, просто вот кручу эту ленту, и тут большинство, большинство блогеров, которые о нем пишут, что-то говорят, они осуждают. То есть, они его не возносят, на самом деле. Вот хотя бы это... Какое количество подписчиков? Какое количество подписчиков? Я просто смотрю... Хорошо, зайди к нему на канал, посмотри, сколько подписчиков. На ТикТоке там 20 миллионов. Вы что, ребята? У меня нет ТикТока, я не могу ничего сказать. Да нет, это все понятно, Богдан. Чем больше контента для дегенератов ты делаешь, тем больше у тебя подписчиков. То есть, если ты сейчас переформатируешься и резко изменишь свой канал на контент для дегенератов... Понятно. ...через пару месяцев, тогда уже будет 600 тысяч, как у Соловьева. А у него уже месяц, по-моему, 600, до 700 мне как-то дойдет. Я не знаю, канал, но вот тут я набрал про Сбербанк, то есть Сбербанк, но большая часть блогеров как раз это все дело осуждает. Давайте в этой связи, вот у меня предложение... Большая часть, Сережа, это количество подписчиков. Я, например, осуждаю этих людей... Это то, что вот сейчас открывается в троих... Я осуждаю этих людей, я не буду на них подписан. 20 миллионов подписано, тиктоки 20, на ютубе 20. По телевидению, по телевидению показывают эту дрянь. Подожди, подожди секундочку. Во-первых, эти 20 миллионов подписчиков, ну я не знаю, откуда они взялись. Вот правда, знаешь, про дворец Путина посмотрели там больше, чем жители нашей страны, если я не ошибаюсь. Вот. Где гарантии, что эти 20 тысяч подписчиков, 20 миллионов, они все действительно настоящие? Нет, Сережа, Сережа, даже если там из этих людей есть жители Украины, Молдавии, Грузии, Прибалтики, это все русскоязычные. Даже если это жители Канады, это все русскоязычные. И мне лично все равно, живут ли люди непосредственно в России, или они вообще просто... Но они не влияют на ситуацию в нашей стране, все штыки, если они живут в других странах, правильно? Да. Магдан, я вас помирю. По поводу 20 миллионов подписчиков. Надо давать себе отчет, что из этой цифры большинство, это действительно дети, подростки. И что? Понимаешь, дети, которые ходят с телефона лет с пяти. Они подписчики, вот эта масса, они пока ничего не решают, они растут. Это ваши дети пяти лет воспитываются на Моргенштернах и на Милохинах. Они будут голосовать через 30 лет. Не так, подожди, не так все категорично. Моя Соня тоже ходит, поет песни вот новомодные, да, она поет, понимаешь? Но она у меня будет нормальным ребенком, это сто пудово. Не все, кто подписаны сейчас на этих дегенератов, станут сами такими же дегенератами. Это не обязательно. Это бесспорно. Это, конечно, да. Подождите, ребят, давайте все-таки секундочку, буквально, зрителей касается. Давай сделаем опрос на телеграм-канале сейчас наших зрителей. Считаете ли вы, что Даня Милохина и ему подобные должны быть примером для наших детей? Вот я сейчас прям нажму на кнопочку, опубликуем этот опрос. Ответьте, там три варианта ответов. Да, нужно идти в ногу со временем. Ну, то есть мы соглашаемся с тем, что Милохина и ему подобные должны быть примером для наших детей. Нет, ни в коем случае. И третий ответ, мне пофиг. Такие тоже есть. Пока люди будут отвечать, давайте, ребята, я вам и зрителям покажу видеоряд, который я подготовил. Он небольшой, по-моему, там в районе трех минут. Телеграм-канал блогер Байн. В районе трех минут. Давайте посмотрим вообще, о чем мы говорим здесь. Тут, конечно, можно показывать еще очень много, но вас не возмущает вот эта дрянь, которую мы смотрим по телевидению. Все эти ток-шоу того же самого Урганда. Но, по-моему, это вообще какой-то кошмар. Какое воспитание здесь может быть? Недавно было 22 июня. А что? Печальная дата. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Если бы в это 22 июня началась снова война, победила бы Россия в этой войне с такой молодежью, как Вадим, который кричал. Мы показывали этот сюжет. Да, все, наверное, показывали по российским и телеканалам, и ютуб-каналам. Этот мальчик, Вадим, который спорил со своей мамой, которая была в ужасе, в шоке от того, что Вадим, видите ли, Гитлера чтит. Таких же. Были протесты. Были протесты. Мы на телеграм-канале освещали эти протесты. Мы выкладывали видеоряды, где где-то там в том же самом тиктоке молодежь говорит о том, что мама не пустила, но я пойду, я буду эту власть свергать. Как бы все материться не хочу просто. Но таких же до хрена. Неужели? Неужели мы будем просто сидеть и говорить о том, что, ребята, ну вот у меня там внучка, Соня, она будет воспитана хорошо. Хорошо, Миша. Внучка твоя будет воспитана хорошо. А другие, внучки, большинство, вы уверены, что большинство нового поколения, оно будет воспитано подобающим образом в любви к своей стране? С желанием работать, что-то созидать. Я, например, я, например, вот я не знаю, если открыть, к примеру, ВКонтакте. Вот, пожалуйста, ВКонтакте, они сделали новую ленту, вы можете видеть то же самое, что в тиктоке. Если посмотреть, это же одна дурь. И эта дурь затягивает. Научиться плохому проще всего это тянет. И эта дурь везде, с любого утюга. Тикток, пожалуйста. ВКонтакте это, пожалуйста. Где-то там еще есть какие-то короткие клипы на Ютубе появились. Такая же хрень, там показывают сиськи, попки. Танцуют, танцуют вот так вот под музыку. И что, и получают бабки, получают миллионы. Вы неужели верите, дорогие зрители, дорогие мои друзья, что с такой политикой, у России есть будущее. И еще раз я говорю, то, что я сейчас говорю, я не говорю, что Путин плохой. Но давайте подумаем, как так получается, почему ничего не происходит. Что думают зрители? Звонки будут? Давай, Миша, говори. Поговорим. Я скажу пару слов. Богдан, ты рисуешь слишком мрачные картины. Ты знаешь, с некоторых пор я заметил, что если ориентироваться по соцсетям, полистать Тикток, Телеграмы, Ютуб, Одноклассники те же, все остальное, создается впечатление, что мы живем в стране либо даунов, либо дебилов, либо конкретно отмороженных товарищей. Но по факту, вот сейчас сети, получается, как губка, адсорбируют, адсорбируют вот этих вот товарищей, которые, ну я бы так сказал, может быть обидно, но адсорбируют то, что не очень хорошее, непотребственное. Абсорбируют куда? Абсорбируют. Оно втягивает. И туда затягивает все больше и больше таких молодых людей. И вытаскивает на поверхность, мы это видим, понимаешь? А основное, адекватных молодых людей, они, во-первых, не сидят в этих сетях, они строят свои жизни, карьеры и так далее, семьи. А вот на поверхности плавают вот эти вот бывшие поющие трусы, которые сейчас пытаются проходить депутаты, понимаешь? У людей, вот как правильно сказал Соловьев про одну персону, что она давно перепутала голову с попой, то они себя мнят, у них много подписчиков, у них есть покровители, спонсоры, денежки. Они думают, что они поймали бога за бороду, и теперь они звезды на всю оставшуюся жизнь. Но это не так, это все ложные, ложные, как сказать, кумиры. Всему свое время. То есть, Миша, ты считаешь, переживать не надо? Нет, переживать надо, ты знаешь мое мнение. Я давно сказал, в школу надо возвращать воспитание, обязательно. В школу надо возвращать идеологию, вплоть до того, что воссоздавать пионерские организации, комсомолы и так далее. Пусть это будут другие какие-то форматы, но надо объединять людей, молодых, надо объединять в какие-то структуры. Потому что с некоторых пор запустили в образование клич. Все индивидуальны. Мы готовим, во-первых, потребителей, которые будут жить и потреблять, так сказать, через Сбер, все остальное. И нам не нужны коллективисты. Каждый человек по-своему уникален, и каждый должен, вот так сказать, формироваться сам по себе. То есть, перевожу на русский. Поднимайся как можно выше, плюй на нижних там и всё остальное. В наше время нас воспитывали, мы жили в обществе, в коллективе. Хоть в школе, хоть в том же самом детском садике, армия то же самое. Ты смотрел по сторонам, ты жил среди людей. Ты не мог вести себя хуже, чем это принято в обществе. Ты не мог переступить какие-то черты, барьеры, потому что было табу. Тебе не давал твой собственный стержень внутри это делать. Ты не сможешь дальше себя чувствовать нормальным человеком. А сейчас это всё отодвинуто, отдано потребу. Нет, сейчас чем лучше ты покажешь свою задницу на большом экране, тем больше упадёт тебе бабла. Как бы это грустно не было. И я считаю, это всё плесень. И тем больше шансов, что тебя возьмут в театр. Да, как Бузова в театр. На хорошую роль. А таланты, которые живут в деревнях, и которых ищут программа там какая-то «Ты супер», они отыграли в этой передаче и до свидания, ему сказали. Богдан, пару слов по поводу Бузовой и её роли в Амхате. Можно не осуждать. Да, 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 бесталантная, да. Но театр захотел тупо заработать денег. Они придумали вот этот треугольник, тема Сталин, Бузова, и народ повалил. Понимаешь, они заработали деньги. Они это и не скрывают. Они поступили с мицами. Станиславский в это время не перевернулся с Немировичем Данченко или просто не увидели. А эти ребята быстренько хайпанули. Ну и что, ребята, вам не кажется, что с таким отношением вы угробите страну? Я не имею в виду именно вас. Я имею в виду вообще россиян, руководители этого театра. Вы там вообще охренели, что ли? Никому не надо на нас нападать. Мы сами всё сделаем через 20 лет. Всё будет нормально. Подождите. Подожди, я допускаю, что, может быть, они подрастут, вот эти вот детишки, и поймут, что что-то не то у них в мозгах, и они всё-таки пойдут правильной дорогой. Может быть. Вот сейчас в чате Миша один у него несколько детей. Воспитал он их замечательно, они не навольнято. Молодец. Но опять же не все, да? 20 миллионов реально подписчиков. Это как? Но они откуда-то... Вот именно. Вот именно. Это 20 миллионов, и эта цифра растёт. Да, Миш, ты считаешь, это как? То есть откуда? Ну, ты же видишь эти 20 миллионов? Я вижу. Смотрите. Сейчас вот эти 20 миллионов. Это, ребятки, это поколение, которое, во-первых, не знает 90-х, и которое вот где-то недавно услышало определение, что все революции делают не обездоленными, которым кушать совсем нечего, а именно ребятками, которые наелись. Ты понимаешь? Вот сейчас поколение, так сказать, запестованных, зацелованных, айфонистов и так далее, они не видели плохого. У них не было ещё трудностей по жизни. Поэтому сейчас вот это катавасия. Но придёт время, и у кого-то холодильник победит, телевизор, у кого-то обстоятельства по-другому сложатся, но, я думаю, устаканится со временем всё. У нас даже СМИ нормальных сейчас нет. Если вспомнить, что было на советском телевидении, на советском телевидении была редакция программ для детей, редакция программ для молодёжи, которые делали программы патриотические направленности, правильно? Они воспитывали тоже детей. Сейчас ничего этого нет. Нет, по поводу патриотического воспитания. Вот не в качестве рекламы. Есть один товарищ... Ребята, вы... Вы можете понять, тут какие-то звуки у меня от кого-то из вас? Да. Миша, что-то с микрофоном, мне кажется. У меня? У меня просто свистит. Свистит у меня, значит, это у кого-то с микрофоном. У меня тоже свистит. Миша, у тебя свистит что-то? Значит, это у Миши. Нет, у меня ничего. Всё. Только... Ладно. Ребята, Миш, попробуй там разобраться, в чём дело. Дорогие друзья, такая важная тема, никто не звонит. Если бы сейчас... Если бы сейчас тут Моргенштерн проводил стрим, тут бы уже звонков было бы миллион. Вас вообще не интересует эта тема? 45 голосов пока в Телеграм-канале. Все ответили на второй вариант. Нет, ни в коем случае не должны такие, как Милохин, быть примером для детей. Действительно, никто не звонит. 505-0755, код 495 Москвы. Это WhatsApp. Некоторые в чате пишут, телефон не работает. Это не телефон, это WhatsApp. Чтобы могли позвонить из любой страны мира. Поэтому в WhatsApp вперёд, звоним, расскажите своё мнение. Вот человек, я не увидел его, но я его выбил в эфир. Кстати, кто написал, что у него много детей, он их воспитывает правильно. Вот позвоните, давайте поговорим, давайте вы расскажите, как вы воспитываете детей. Как вообще, как вообще можно нормально воспитать детей? Так, как сейчас воспитать нормально детей? 495-505-0755, мы ждём ваши звонки. Почему действительно вот все вот эти вот упырьё вещает? У них там в чёрте сколько зрителей звонков, здесь серьёзная тема, никого нет. Кто-то сейчас написал. Значит, типа, Соловьёв тоже дегенерат, его тоже много смотрят. Нет, я, кажется, чётко сказал, что у Соловьёва счётчик подписчиков уже последний месяц вообще практически на месте стоит. он за год набрал 600, если не ошибаюсь, там около 80 тысяч человек. В то время, как тот же Милохин за сколько там, за тот же пару лет набрался 20 миллионов. причём я с Соловьёв? Вы слушаете, о чём мы говорим? Хочется спросить. В общем, ждём ваши звонки. Не забывайте, на телеграм-канале у нас проходит опрос. «Считаете ли вы, что Даня Милохина и подобные должны быть примером для наших детей? Да, нужно идти много со временем». Не ответил пока ни один человек, а остальные ответили, что нет, ни в коем случае. 48 голосов. Ждём ваши звоночки. Да, Богдан? Опять-таки, возвращаюсь к моему любимому Михалкову, которого я всецело уважаю. Посмотрел я его последний «Бесогон», где он тоже подымал эту тему. И, Серёж, ты знаешь, мы пытались с ним связаться для того, чтобы задать вопрос. Не надо так говорить, это неправильно сказано, пытались. Мы начали с ним связываться. Пытались, это когда сделали и не получилось. Это совсем не так. Мы в процессе если случится чудо и Михалков выйдет к нам на канал, это было бы прекрасно, просто понимаем, что имя Михалкова это имя Михалкова и более того, к сожалению, опять же, звание, так скажем, блогерства в России очень сильно дискредитировали, все что угодно с ним сделали, потому что блогерством сейчас уже чуть ли не ругательство это слово стало, занимается кто попал и всякой ерундой, начиная там от троллинга гаишников на дороге и заканчивая тем, что происходит иногда у нас на экране, что мы все смотрим на кого подписаны миллионы этих подписчиков. поэтому такие люди как Михалков ну скажем так, очень аккуратно идут к темам, это понятно, это понятно, мы это обсуждали с тобой, я абсолютно понимаю, я зрители, правильно, я абсолютно понимаю, почему с настороженностью идут к блогерам, то есть для того, чтобы для того, чтобы пойти ко мне в эфир, это надо, это надо просто посмотреть, разобраться, и то, и то есть опасность того, каждый человек, кто был у меня в эфире, все равно может сказать, а иди знай, как он развернется дальше, поэтому все понятно, вот, но Никита Сергеевич в своем последнем бесогоне, он частично ответил, ну, он сказал, меня часто задают вопрос, а что делать, вот это вопрос, который я задаю тоже очень часто, и задаю этот вопрос и сейчас в этом эфире, что делать, Никита Сергеевич говорит, я не знаю, ну, как-то так, то есть, хорошо, Никита Сергеевич не знает, а как, сейчас, подожди, Богдан, а как действовать, вот скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас что считаешь правильным, вот, на данный, Лохина нужно запретить, на данный момент, на данный момент, в федеральном канале, сейчас, вот она закончилась, или еще идет сбор вопросов от населения к президенту России, до сих пор идет, ребята, давайте, давайте отправлять эти вопросы, этот вопрос должен дойти до президента, ну, не можем мы пока дойти, связаться, поговорить, сесть, друг напротив друга, и обсудить эту тему, но я не могу понять, почему настолько важная тема, как будто ее не видят. Ее видят, просто, к сожалению, у нас страной занимается один человек, а он все не успевает сделать, вы посмотрите, даже вот, пример, Крым, Керчь-Южная, вот эта станция, ее два года открывают, ну, это же вообще, это что, саботаж какой-то, что ли, был, одно не приняли, потом приняли, потом опять не приняли, что-то не доделали, а почему сразу сегодня посмотреть, почему не было два года принимать эту станцию, это же просто вокзал, и все так, как говорил Михалков в известном фильме, свое, и все так. Миш, пока, когда ты молчишь, Миш, нажми на отключить микрофон, пока ты молчишь. Да, конечно, конечно, ты отключил? Знаешь, Богдан, посмотри, может быть, это что-то в программе. Соловьев, патриот Израиля, вот пишет, очень любый человек, абсолютно верный, именно так, именно так. Знаете, такие вот комментаторы, вот, ну, я не знаю, я понимаю, что вы, конечно, троллите, и, в принципе, в этом ваша задача, но вы написали эту фразу по-русски. Значит, вы русский человек. Совсем совести нет. Почему русские люди, мы не можем как-то объединиться? Президент один. Окей, хорошо. Это что, нужна какая-то помощь снизов президенту? Ну, народ, народ поддерживает, я не знаю, что нужно, мне кажется, нужно принимать более кардинальные решения, мне кажется, как раз поддержка народа в этом плане важна, и даже если, даже если, она есть, Богдан, но народ, вот что такое поддержка народа? Это можно пощупать? Она есть, эта поддержка другой, дальше действуй, нужно принимать какие-то кардинальные уже мировые решения. Ребята, ну, слушайте, боимся их принять, подожди, мы боимся принять, у нас демократия, ты что, как мы можем не показывать Милохина по федеральному каналу, это же цензура, сейчас начнут ныть вот эти вот тролли, понимаешь, салаги, перестаньте смотреть, больше 100 миллионов, больше 140 миллионов россиян, перестаньте смотреть эту дрель. Я вообще считаю, что нужно действительно принимать кардинальные меры, да плевать на этих троллей, что там они будут ныть, иначе через 30 лет страны не будет, и не надо никакие войска никуда вводить, уже с ума сошли что ли, в такой войне, кто-то там спрашивает, тоже слава послукать, ну как бы уж война бы была, конечно нет, зачем она нужна, Миш, тебя не слышно, и 30 лет все само развалит, Миша, тебя не слышно, Миша, тебя не слышно, включимка. Естественно, никто не будет нападать на Россию военным путем, но Россию разваливают, вот таким образом разваливают, пройдет еще, вот Миша у нас сидит, он здесь старше всех, Миша говорил о том, что о советском воспитании, я получил советское воспитание, Сережа, ты со мной одного возраста, ты получил советское воспитание, но когда ребята, мы сдохнем, останутся те, которые сдадут страну, сколько раз я об этом говорил, меня слышно, говори, я начал фразу, вы меняли тему, по поводу воспитания молодежи и подрастающего поколения, не в качестве рекламы, если у кого будет на ютубе, есть канал, называется Russian Jaguar, это товарищ, одноклассник моей дочери, бывший военный, вот он сейчас в Питере занимается с подрастающим поколением с детьми, у них военно-патриотический клуб, и надо видеть, вот просто посмотрите в роликах, там дети разных возрастов, лет от 10 и выше, и посмотрите, с какими возрастами они приходят туда, как они смотрят на этого Константина, человек их обучает, вот я спорил с одним товарищем, он мне доказывал, нельзя детям показывать оружие туда-сюда, милитаризируем общество, нет, это не подготовка к войне, он не учит их убивать, он готовит патриотов своей страны, понимаете, и вот, вот, вот такого надо как можно больше, есть такое движение, это серьезная тема, и не все там Милохины, это вот то, что пена спула наверх, а там действительно реальные наши будущие патриоты, руководители страны. Их 20 миллионов там у него? Или там 20 человек? Подожди, бота на пистолетах 20 человек. 90% ботов, это в основном разгон, накрутка, там реальных людей особо нет. ребята, вы мне напоминаете вот какое-то, знаете, как во время перед войной тоже, не, не, не нападут, не нападут, провокации, обстрел, отвечать нельзя. Твоя программа какая-то. Да я говорю. Скажи, вот смотри, сейчас, секундочку, вот смотри, вот Светлана Крайс пишет, вы сами пиарите дебилов, знать не знала, кто это. Ну так, Светлана, ты зайди на канал к Милохину и посмотри. Самое интересное, что, скорее всего, ваши дети знают. Твой это человек или не твой? Ваши дети знают. То, что вы не знаете, это отлично. И если о них не говорить, это не значит, что о них никто не будет знать. А мне кажется, наоборот. Вот некоторые спрашивают, почему вы на каналах, там на России, например, показываете вот этих привозите упор к украинцам. Не потому, что их надо пропиарить и разрекламировать, а потому, чтобы вам, зрителям, донести то, как может быть. И кто они такие. И что они думают о нас. То есть, мы понимали, кто там есть. По крайней мере, для тех, кто еще думает, что нет, это все ерунда, ничего там такого нет. Вот они живые, стоят перед вами. Именно за этим они приходят на канал, чтобы вы видели, как оно есть. И за этим говорим сейчас об этих Нилохинах, обо всех остальных, чтобы понимали, что оно есть. И что это реальная угроза для страны. И что это выглядит, как, а, ерунда. Богдан. Дополню. Смотри, ты правильно говоришь. Мы видим вот эту вот, так сказать, черную сторону медали. Но проблема в том, что вот это все на поверхности плавает. А нормальных ребят и людей, кто занимается воспитанием действительно реальных патриотов, вот этого действительно мало у нас. Мало показывается. Вообще почти нет. А ребята, а чего вы уверены, что это не показывают? Вот мы, например, мы, например, показываем, мы говорим. Слава богу, таких как я, я не единственный. Люди этим не интересуются. У нас с вами никогда не будет 20 миллионов подписчиков. Люди этим не интересуются. Да бог бы с ними с 20 миллионами. Главное, чтобы вот сейчас те, кто смотрят, это детям объяснили. Своим вот этим вот 20 миллионам. В эфир никто не звонит. Наказывать. Ну тут... Проблема в том, что хотят простого, дешевого и быстрого, понимаешь? Всем хочется зрелищ. Вот они, не напрягаясь, включают вот это, извиняюсь за выражение, лабуду, и все, извилины разглаживаются, мозг напрягается. Главное, буквы не перепутать, что они включают. Да, ты понимаешь? Учили всех слишком, слишком много свобод, слишком мы расслабились. Вот по себе чувствую, да? Да, потому что демократию все восприняли как вседозвольность. Да, и вот проблема и с инфекцией по этому поводу, потому что слишком мы стали плохими, понимаешь? Надо с этим что-то делать. Ну, что? Что делать? Я считаю, что нужно возвращать хорошие примеры из Советского Союза. Как это было? Начиная от патриотического воспитания в СМИ и заканчивая на самом деле, вот как вам сказать, заканчивая чем? заканчивая тем, что вот неугодным закрывать рот, короче. Может быть, это очень как-то резко сказано, но надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду. то есть, вот есть, во-первых, нам нужна идеология, давайте с этого начнем, которой нет в государстве просто. Вот когда она будет, тогда можно сказать, что то, что ты делаешь, идет в разрез идеологии нашей страны. Пошел ты вон. Вот как у нас на канале некоторые возмущаются. Чего вы нас баните? Потому что там, типа, мы не то сказали. Да, потому что вы не то сказали. Потому что вы пропагандируете то, против чего мы все здесь ведем свою работу. Конечно, вас забанят. Это нормально. То же самое на рынке государства. Вот мое мнение. Да, может быть, это очень жестко, но я считаю, что если этого не сделать, мы действительно сами себя развалим. и через 30 лет президентом России будет Даня Милохин. Очень прекрасно. Хорошо. Сейчас, Миша, подожди секунду. Подожди, дорогой. Хорошо. Что меня всегда раздражает в такого рода передачах, то, что поговорили и ничего, ну вот поговорили. Мы что, сейчас здесь хайпуем на дряни? Я хотел... Давайте включим фильм 12. То же самое. Поговорили, покачали головами, обсудили, выключили, разошлись. Я хочу конкретно, чтобы мы подумали, и меня очень просто бесит то, что никто не звонит. Чтобы мы подумали, что можно делать. Я упомянул федеральные каналы. Пайкот, перестать смотреть, перестать ходить в Амхат, перестать слушать каких-то певцов, концерты певцов, которые говорят дрянь на Россию, перестать смотреть фильмы, где участвуют актеры, которые говорят, что фейерверк во время 9 мая это пукать деньгами в небо. Перестать закупать во-первых фильмы с Зеленским, нахрена он нужен, мы финансируем этим фильмы в войну. Вот я вам перечислил конкретные вещи. Перестать смотреть эти фильмы, все правильно. Богдан, одну фразу, вот не могу пройти мимо, Татьяна Орлова, реплика. Самое интересное, что Богдан прав, три воскресенья живет в Канаде, а россияне Миша и ему подобное так легкомысленно об этом говорят. Уважаемая Татьяна Орлова, посмотрите на этого Мишу, который очень легкомысленный. Миша воспитал своих детей, сейчас воспитывает внуков. И вы простите, не пишите, пожалуйста, такие глупости, что я легкомысленно об этом говорю. Я говорю то, что я знаю. Ладно, не обижайтесь, но... Вот мне хочется например узнать, нам пишут, что наша болтовня противоречит Конституции Российской Федерации. Пишет некий поручик, которого в прошлом эфире я лично блокировал за его высказывания всякие нелицеприятные для всей нашей страны. Поручик, давай позвони нам в эфир и расскажи... Давай позвони Выскажи свое мнение У нас тут был Скажи все, что у тебя наболело, накипело, скажи, какой у нас президент плохой, как он разваливает страну. Так же ты вроде бы писал? Ну или около в прошлом выпуске. Давай, чего ты боишься-то? Или вы только там клацать на клавиатуре умеете? А когда вы там встречались где-то на улице, вы совсем все шелковые, пушистые и белые? Как так? Бывает. Диванные воины? Ну давай, поручик, позвони нам, расскажи, в чем дело? Чего ты там за буквами? Поручик. Даже не называй, что как тебя зовут. Так, в чем мы? У нас есть дозвонившийся, я не знаю, наверное, это не поручик. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Мариуполь, Владимир, беспокоит вас. Очень приятно. Да, Владимир? Я вас слышал с этого, но слушаю. Я бы вне, что хотел вопрос, какой поднять. В Мариуполе мне жалко. Вы слышите меня? Отлично, слышу. Алло. Слышу. Значит, у нас на левом берегу была школа, интернат. Занимались в свое время дети самого маленького, вот все спортсмены. Футбольное поле было огромное, большое, Маракана называлось. Я посмотрел, как те там ребята, как они смещены. Ну, это очень. Теперь же занялись, значит, Азов заехал сюда, в это помещение. Занялись это помещение, ну, все. И на этом дело кончилось. Вот и все. Просто жалко детей. Правно и как раз к тому, есть у вас еще какой-то вопрос или что-то хотите сказать или я Да нет, я из Мариуполя я бы я давно тебя слушаю Богдан. Ну, как-то много лишнего нельзя говорить. Я подойду влюбочку. Хорошо, спасибо. Спасибо. Смотрите, человек правильно сказал. То, что происходит в Мариуполе, об этом надо говорить. И мы для чего это говорим? Для того, чтобы люди в России понимали то, что это может случиться и у вас. Если это так легко сотворили на Украине, то это все случится и у вас. У нас есть еще один звонивший. Этот человек звонит довольно часто. Сейчас, Богдан, пока человек повисит на линии, давайте сделаем еще что. Вот я смотрю в комментариях в чате, сейчас очень многие пишут, что надо возвращать цензуру на телевидении, на радио. Давайте сделаем так. Вот я сейчас еще один оформлю опрос в телеграм-канале, телеграм-канал блогер Бен. Вот как раз по этому поводу. Как вы считаете, нужно ли возвращать в СМИ государственную цензуру? Давайте попробуем проголосовать, узнаем, что наши зрители думают по этому поводу. Окей? А в проблеме? Так, Сережа, и нам дозвонился поручик, внимательно слушаем. В смысле? Нет, я же говорю, это не поручик. А, это не поручик, я извиняюсь. Хорошо. Мне прямо позвонили. Это не поручик. Представьтесь. Может быть, он позвонит. Сережа, давайте послушаем. Представьтесь, пожалуйста. Давайте. Александр из Екатеринбурга. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте. Поручик не позвонит. Это такой человек, он всего лишь поручик. Хорошо, мы слушаем вас. мы надеемся. Ну, по поводу вот этого, что делать, чтобы молодежь была как бы правильно воспитана. Просто как бы начинать надо с самых первых дней воспитывать нормально. Если родители не воспитывают, как они будут нормально то есть их улицы воспитывать. Подождите, сейчас время прошло. Сережа, подожди, он тебя не слышит. Давай дослушаем. Я, конечно, понимаю, да, правильно, надо воспитывать, но неужели помощь государства не должна быть? Участие государства все уже, как говорится, не требуется, что ли? Помощь государства должна быть только тогда, когда начинаться тогда, когда маленький человек идет в садик, а потом школа и дальше так. Но постоянно государство должно поддерживать это. Но начало это семья. Если она не поддерживает, какой выход? Если государство не поддерживает, значит, все равно нужно держать линию воспитания от родителей. Причем не в одной семье, не в двух, а во всех вовсеместно воспитания есть воспитания. Но это довольно пассивная позиция граждан государства. Еще раз я говорю, напоминаю, это очень серьезное заявление. Я все цело поддерживаю президента Путина. Но ощущение, что нужно помочь. Для этого я только 10 минут назад сказал игнорировать телевидение. Они показывают вам для рейтинга. Сережа, у тебя есть опыт с телевидением. Если, к примеру, ту же самую передачу Урганда перестанет смотреть такое количество людей, это будет заметно? Это будет говорить телевизионщикам, что население отказывается? Каким образом объясни в двух словах, каким образом поймут, что эту передачу перестали смотреть? по рекламодателям. Естественно, поймут, это никто не смотрит, поймут по рейтингу все равно, но тем не менее... То есть, чем здесь вам не выход? передачу перекрывать. все перекрывать. Хорошо, хорошо, у вас звонивший, у вас есть еще что добавить? Или я продолжу говорить свою мысль? Я только вас ждю, привет передам. До Миши. Хорошо, спасибо. Привет, Пошь, между прочим, тоже мог бы позвонить. вот все верно, ребята, вы говорите, то, что нужно воспитывать у себя в семье, но опять возвращаясь к той женщине, которая ролик мы недавно показывали, мама Вадима, которая в ужасе понимает, что она образование, воспитание своего ребенка пропустила. Как вы считаете, когда человек, женщина, мужчина, родители настолько загружены зарабатыванием денег, у них нету времени, у них просто нету времени. И если государство в школах, детских садах, в школах, в начальных классах, в других классах, если государство ничего в этом плане не делает, большинство шансов того, что ваш ребенок будет уродом. Уж извините за такую фразу. Поэтому если мы можем открыть, включить телевизор, если мы везде видим сплошную дрянь, в говне не рождаются какие-то чудесные дети. То есть Миш, предложение твое? Есть еще семья, есть родители, мы есть. Хорошо. Подожди, подожди, Миш, родители сейчас занимаются зарабатыванием денег. Должны вас обязаны. И Богдан, продолжи. И что ты хочешь сказать, что нужно... Я сказал уже, нужно активно протестовать против этого. С телевидением я сказал, перестаньте смотреть. Люди должны обращаться в органы власти для того, чтобы книги, учебники были нормального содержания. Чтобы там не было написано полторы строчки о Курской битве и о Сталинградской битве. Ну вот недавно об этом сказал президент. Да я вас уверяю, что через пять лет мы поднимем ту же самую тему, и мы опять скажем о том, что те же самые учебники. Это как это? Богдан, если вы пока говорите, у меня есть еще один звонящий, я ему перезвоню. Я вас слушаю. Слышал, говорю, если президент сказал, значит, работа уже идет в этом направлении. Пока президент не сказал, работа не идет. Я же говорю, у нас скоро лампочки в подъезду будут менять только после того, как президент увидит это. Не успевает у нас Владимирович все контролировать. Слишком мы сейчас разгребаем последствия 90-х. Последствия этих реформ. А у нас не начинаются ли новые 90-е какие-то в связи с тем, что опять же никто ничего не делает. Мы ждем, когда президент увидит. О, цены на бензин поднялись. Ёшкин клешкин. Давайте позвоним кому надо, пусть цены снижаются. Какие новые 90-е? Но это экономика во вред страны. Ну, какая экономика? Сложите, экономика все хорошо. Ну, как-то о стране помните. Сереж, мы проблему эту не решим с экономикой. О том, как-нибудь отдельно. Так, у нас есть еще один дозвонившийся. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Да, привет, это Игорь Макаров, твой подписчик. Я сейчас там есть. Чати. Да, Игорь Макаров, мы вас слушаем внимательно. Ребят, давайте так, я вас прошу, чтобы не поднимать волну, в России будет все нормально, это раз. Хорошо, что вы переживаете, это два. Три, привет, всем этим чушкам, что там пишут, да, короче. Если хотят со мной увидеть, то пусть приедут покров. Тут их друг сидит Навальный. София всегда была и будет первой. Вот еще, что я хотел сказать. Хорошо, спасибо. Наш человек, бальдар. Действительно. кто-то спрашивает, кто-то пишет, не может позвониться. У нас еще один дозвонившийся, люди расшевелились. Здравствуйте, вы уже в эфире. Здравствуйте, меня зовут Радмила, мы четыре с половиной года назад переехали из Нью-Йорка в Ставербольд. Я бы хотела сказать в защиту как раз. Вот у меня дети занимаются очень много где. Например, дочь занимается в школе Олимпийского резерва бесплатно шесть раз в неделю по три часа. Мы ничего не платим. Сын ходит в музыкальную школу, занимается на скрипке. Кроме этого, у нас очень много по городу детских домов творчества. Туда можно записаться бесплатно. Если я не ошибаюсь, в нашем ДДТ Дом детского творчества там где-то больше двухсот трехсот наименований кружков есть на всякие вкусы. Это тоже бесплатно. Школа у меня дети конечно маленькие, ребенок один в первый класс идет, а другая в третий. Но я чувствую патриотическое воспитание. Вот например в детском саду на Новый год им сказали одеть человеческие костюмы. не что-то еще. Но предупредили, чтобы всяких человеков пауков ничего подобного не было. Чтобы это был человеческий костюм. Кусар, кто угодно, солдат, моряк. Мне это понравилось. Что касается другой группы, девочкам сказали принести кукол, ну тоже на танец, чтобы не было барби. То есть вот я например после Нью-Йорка очень тщательно смотрю за тенденциями. И меня ничего не напрягает. Среди огромного количества моих знакомых никого нет, кто смотрит телевизор. Вообще мы его сразу же отключили. Вот приехали, посмотрели полгода, отключили. Я даже не знаю, что там происходит. Я узнала об этой мерзости и гадости только смотря Михалкова. Я поняла, посмотрела и подумала ничего себе. Просто эту дрянь многие люди просто ее не смотрят. я понимаю, что это плохо, но ее просто игнорируют. Я не знаю, мне кажется, что эти все рейтинги накручивают. После того, как мы пожили 15 лет в Америке, конечно, здесь я не знаю, здесь только возможности развивать детей и только выбирай. Поэтому как бы сказать, что никто не занимается детьми, так тоже нельзя. Ну, я не говорю, что совсем никто не занимается. То есть все, что вы перечислили, это действительно радует. И я не говорю, что этого нет и что это плохо. Но то, о чем говорит Михалков, оно тоже присутствует. То, что вы перестали смотреть... в круге моих знакомых никого нет, кто бы этим вообще не интересовался. Мы просто прожили в Нью-Йорке очень много времени. И как-то получилось, несмотря на то, что мы общительные люди не нажились там близкие родные друзья. А после переезда в Ставрополь, хотя мы здесь приехали даже сюда безразведки, просто приехали и все. Потому что сами из Донбасса, ну, мы там давно не жили, получается, более 20 лет. Получилось, что и с одними познакомились, с другими, с третьими. Я занимаюсь велосипедом, я вошла в велосипедные группы, мы везде ездим, Дагестан, Абхазия, Крым, мы везде... То есть у меня это чисто мой опыт, да, я посмотрела Михалкова, меня это взволновало, я вытащила свои книжки по критическому мышлению для детей, мы стали еще более усиленно заниматься, но просто, понимаете, у меня сложилось впечатление, да, Никита Михалков правильно делает, что он бьет колокола, но в обычной жизни я этого вообще не вижу, но может быть ходит какой-то отморозок, так и в нашем детстве кто-то там хулиганил, бил стекла, бухал, ну мне кажется отморозки не всегда были, но вот такого вот массового я не вижу, у нас например тренер у дочери, она такой советской закалки, я вообще от нее балдею, у учительницы, у сына взрослых, ну вот этот преподавательский состав, он неравнодушный, они такие классные, и у нас здесь постоянно что-то организовывается, у нас есть патриотические парки, у нас День Победы замечательно празднуется, я не знаю, я просто, я не знаю, вот как описать наш переезд, мне говорили, а, типа, куда ты едешь, да я вообще на десятом небе, я думала, надеялась, что будет хорошо, но я вообще не думала, что до такой степени, может быть, наш Ставрополь такой крутой, но все, что я вижу, здесь проходит в год где-то 300 мероприятий, и мы фактически везде бываем, ну, не огромный город, можно везде доехать, и везде чувствуется патриотизм, любовь к родине, вот просто красной линией, и дети у меня патриоты растут, и все, и на День Победы много чего организовывается, и дети с ленточками приходят, и каждый знает, и каждый чувствует, поэтому, когда я смотрю, вот иногда подобные передачи, я думаю, это какая-то другая реальность, где оно, наверняка оно есть, но где оно все, я его не вижу. Хорошо, меня, меня очень, очень, очень порадовало то, что вы сказали, действительно, вы знаете, у меня как будто сейчас на душе стало легче. Спасибо большое. Спасибо вам. Кстати, действительно, огромное спасибо, потому что, ну, я не знаю, я реально переживаю, мне реально стало легче. Спасибо за то, что вы позвонили, но я, вот, но, Миш, я хотел сказать, то, что женщина сказала, это замечательно. Если бы не было того, что сказала женщина, это был бы вообще полный шиндец. Получается, не так все плохо, но то, о чем говорит Никита Михалков, тоже есть. как Грефа остановить, как остановить, как остановить то, что есть. По телевидению, все-таки мы, ну, я вам сделал видеоряд, показал, можно тут три часа показывать эту дрянь, просто не хочется, но это же есть. Если она не смотрит, это замечательно, это правильно, но это же есть, остальные-то смотрят? Да, Сережа? Татьяна Титова тоже пишет, в городе Ржей очень развита патриотическая работа среди детей, очень богатая культурная жизнь, масса бесплатных кружков поддерживают советские традиции, так что, конечно же, это есть. Теперь давайте перейдем к телеграм-каналу, где был опрос, считаете ли вы необходимо возвращать к СМИ государственную цензуру или нет? 83% из 52-х, к сожалению, только 52-х голосов ответили, что нужно, и 17% ответил, что нет. Давайте я еще отправлю на один канал достаточно большой этот же опрос и посмотрим, что ответит с учетом того канала. Это к Ильясу Меркурию. И я что хочу этим сказать, что давайте представим, сейчас введут государственную цензуру на телевизоре, если он не отменил интернет, они же не с телевизора это все черпают в большинстве, как правильно опять же пишут нам наши зрители в чате, они черпают это из интернета. Можно отключить телевидение, но все перейдут в YouTube, все перейдут и будут смотреть вот этих 20-ти миллионных идолов, которые будут нести то, что они несут. Что даст эта цензура, если ее вернуть на телевидение? Как вы думаете? Наверное, что-нибудь я говорю, введите цензуру и на YouTube. У нас есть еще дозвонившаяся. Алло, дозвонившаяся. Да, здравствуйте, вы в эфире. Спасибо, здравствуйте, Богдан. Меня зовут Рима, я из Санкт-Петербурга. Ваша подписчица, очень благодарна вам за ваше интервью и встречи в YouTube на канале. хочу сказать вот что по поводу нравственности и морали в нашей стране. У нас все отдано на откуп золотому пельцу, как в средствах массовой информации, так и в театрах, и даже в литературе. Все это основано вот именно на зарабатывании денег. Самый сильный человеческий рефлекс это половой. На нем и играют клубничка, скабрезность, пошлость, разврат. один дом два, что стоил. Сколько лет он у нас появлялся на телевизионном экране и сколько он развратил молодежи. Мне дурно. Я ни одного, ни одной передачи не смотрела и вообще не смотрю телевизор несколько лет. Тошнит от нашего телевидения. А недавно я написала в Министерство культуры обращение по поводу последнего шоу «Голос дети». Члены жюри это просто гасите свет. Особенно дамочка, не знаю она, мадмуазель или мадам, с вырезом до пупа, простите, и с дыньками наружу. Это на детском шоу. Это что такое? Это такое безобразие. И что мне ответили в Министерстве культуры? Мне ответили, что это частное шоу Эрнста и Первого канала. И все. я полагаю, что нужна именно государственная цензура. Государственная. Иначе мы положение не исправим и не справимся с этим. И если есть люди, которые все это сглаживают, говорят, что это ничего не значит, это имеет огромное значение воспитания детей и молодежи. Огромное. Отсюда навольнятость и всякие неприятности. Вот что я могу сказать. Я, кстати, врач. Я понимаю, на чем основывается вот это зарабатывание денег. Вот именно на человеческом сильном рефлексе, самом сильном, половом. Это физиология. Увы, такова жизнь. Хорошо, на ваш взгляд... Алло. Да, да, да. На ваш взгляд... Слушай. Мне интересно было бы услышать ваше мнение. На ваш взгляд, что вы думаете нужно делать? Я вам сказала вводить цензуру, как раньше было. Вводить цензуру. Понятно. Иначе мы не справимся. Не справимся. Понятно, спасибо. У нас есть еще дозвонившиеся. Это радует. Так, я прямо сразу вывожу в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Да, здравствуйте. Вы меня кушите? Слышим вас, представьтесь. Я тут Михаил, да, вот очень приятно, что попал в эфир. Случайно набрел на ваш канал. Дело в том, что у меня папа подписан на ваш канал, я случайно вот посмотрел. Сколько вам лет? Да, алло, алло. Сколько вам лет? Да, уже? Алло. В эфире, конечно. Сколько вам лет? Мне 32 года. Алло. Я думал, гораздо моложе. Да, мы вас слушаем. Да, смотрите, вот, дело в том, что на ваш канал подписан мой папа, я случайно увидел канал, и послушал вас, что вы говорите про цензуру, то, что нужно вводить цензуру и так далее. Я сейчас с этим не согласен, вот, потому что, честно сказать, не понимаю до конца, что вы хотите добиться, потому что в России сейчас только хуже и хуже становится в плане свободы, а, как я понимаю, вы хотите все еще сильнее загнать какие-то рамки, поддерживайте Владимира Владимировича Путина, вот, я с вами в этом плане не согласен. Я считаю, что в России нужно, наоборот, дать еще больше свободы, как можно больше свободы, и только тогда, возможно, что-то получится у нас. Что вы видите, как вы считаете, что получится, если дать больше свободы? А получится, допустим, как в Эстонии, как в Латвии или Литве, то есть у нас будет нормальный уровень жизни, а не как сейчас. Я извиняюсь, в Эстонии, в Латвии и в Литве нормальный уровень жизни, там населения практически нет, оно все свалило из страны на заработки, вы этого хотите, я не понимаю? Я хочу, чтобы у нашей страны, у нашего народа был какой-то выбор, если они хотят свалить, понимаете, у любого человека должен быть выбор, а сейчас у него какой выбор? Куда пойти работать? А что вам мешает сейчас свалить? А мне ничего не мешает. Так, свалите. Просто смотрите. Хорошо, да. Ну, визон. Визон, визон. Окей. Мне ничего не мешает. Я просто вам говорю в целом про людей, которые живут на зарплату 15 тысяч рублей. Это вы считаете достойно? Работайте больше. Поменяйте род деятельности. Образование давайте. Образование. Хорошо. А если негде работать? Вы были вообще в регионах? Слушайте, вы разговариваете с человеком, который прошел две эмиграции, который за свою жизнь все время менял работы, который все время думал о том, каким образом заработать больше, который все время к чему-то стремился. Поэтому, когда я слышу о том, что нельзя заработать, вам нельзя заработать в вашем регионе, переедьте в другой город. Вы не можете заработать... Я переехал в Москву. С той деятельностью, которой вы занимаетесь, поменяйте профессию. Ну, смотрите, вот лично я, я переехал в Москву, да, но остальные люди, к сожалению, не все могут себе позволить переехать в Москву и найти там работу. Вот, что делать остальным людям, как им жить на 15 тысяч рублей? меняться, меняться и начинать шевелить жопой. А не ждать, а не ждать, что вам принесут, дадут, вложат в клюв, этого не будет. Согласен. Я сам согласен полностью, согласен. Но смотрите, в Европе устройство на любую работу, даже в Макдональдсе, у тебя вот минималка, и ты сможешь себя обеспечить спокойно. Разве не так? Господи, нет, не так. Нет, абсолютно не так. Когда человек приезжает, да, ребята, они, Миша, Сережа, вас все равно не слышит человек. Когда вы приезжаете за границу, вот если вы переедете за границу, вы поймете, что вам надо будет шевелиться. Если вы шевелиться не будете, вы пропадете. Так, я не понимаю одного, почему люди не начинают шевелиться в своей родной стране, на родном языке говоря. Это все байки, знаете, пока не переедут, это все байки. Я жил 10 лет в Израиле, я живу уже 13 лет в Канаде, А вот скажите, сколько у вас минимальная зарплата? Вот сколько у вас долларов сейчас минимальная зарплата? Давайте, может быть, лучше как-нибудь поговорим, Сережа. Скажи, сколько зарплаты минимальной? Пусть это будет 6 тысяч долларов, вот допустим, да? А теперь, давай скажем, сколько у вас минимальная зарплата, средняя, вернее, зарплата в Канаде где-то в районе 30-35 тысяч долларов в год. Если вы посчитаете расходы, понимаете, всегда вечная ошибка, Сережа, Сережа, мы за свет там в Канаде платим. Сережа, я сейчас не слышу. Поймаете, дорогой, когда вы узнаете минимальную зарплату или зарплату вообще, то вы не понимаете какие расходы. Никогда никого не интересуют расходы. А если вы посмотрите расходы, то вы поймете, что жить на минимальную зарплату невозможно. Поэтому для этого надо шевелить задницей. И где бы вы ни жили, в Канаде, в России, в Израиле, в Новой Зеландии. Ладно, идем дальше. Идем дальше. У нас есть еще один дозвонившийся. Алло? Алло? Да, здравствуйте. Только прикрутите звук эфира, чтобы мы сами себя не слышали. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я в Садсковской области, причем с деревни, не с города. Вы знаете, я хочу сказать, проблемы у нас в воспитании молодежи в том, что в семьях не воспитываются дети. Дети воспитываются только на личном примере родителей. Если в семье царствует вот это потребительское отношение к жизни, то и дети вырастают потребители, вот как позвонивший молодой человек. А если в семьях рассказывает, вот у нас семья в блокаде были, если я своим детям всегда говорю, что блокада, война, это страшно, я им читаю книжки про войну, то они у меня выросли плотами. Если они видят, что я скалываю на трех работах и берусь за любую работу, несмотря на сколько мне заплатят, и они будут работать, держаться за место, у них в голову не лезет в интернете сидеть, высматривать какие-то картинки. А по поводу цензуры, конечно, государство должно быть цензура на общественных каналах, то, что считается общественным. На частных, да, государство не должно вместо быть. А почему на государство не должно? Почему не должно на частных? Вы же слышали, что я сказала на частных, в общественных обязательно должно быть. Так я вас переспросил, а почему на частных нельзя? я имею ввиду блогеры, вот это все такое. Да, если они ведут явную такую пропаганду по поводу там, ну, скажем, гомосексуалов, и то я отношусь к этому движению довольно-таки спокойно. Я имею ввиду нацистскую проповеду, террористическую что-то. Да, вот тут государство должно закручивать гайки. А остальное, да ради бога, пускай. понимаете, у нас ведь люди-то все равно не дураки. Ну, раз они посмотрят, им не понравится. Я вот говорю, я вот сама живу в деревне, и я, например, знаю, что у нас мало кто сидит в телевизоре смотрит. Не потому, что там некогда, или это неинтересно. Это просто-напросто неинтересно. Вот. И да, должно обязательно быть в школах, в садиках, воспитываться именно патриотическое воспитание, рассказывать о войне. Вот у нас в селе есть место, дом, который фашисты загнали 132 человека и сожгли. Знаете, что самое интересное? Сельская школа, она рядом, недалеко. Да, школа, как бы, вот они ездят, там ухаживают за памятниками погибших в Парсковской области. Но рядом, вот спроси, ребят, кто знает, что есть такой дом? Вы знаете, что самое интересное? Они не знают. Я когда первый раз сына провела на это место и показала, и рассказала, что было на этом месте, он был в шоке. Он говорит, мама, нам никогда никто не рассказывал. Ну вот, это как раз то, о чем я говорю. Вот, это обязательно должно быть в школах. в школах, в садиках. Ну, сейчас, понимаете, вот у нас все Путин, Путин, но вот мое личное мнение, это мое мнение, что человек должен свою жизнь делать сам и не зависеть от государства. И всегда, вот, государство нам должно то, 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 да и не должно нам государство. Государство создано для того, чтобы вы смогли спокойно работать, чтобы у вас была обеспеченная старость. Вот, это мое мнение. Я ничего никогда не требую от государства. Я ветеран труда. У меня, да, небольшая пенсия, потому что я всю жизнь проработала в селе. Ну, скажем так, я не работала в сельском хозяйстве, я была помощницей воспитательства. Конечно, у меня маленькая зарплата. Но я не обижаюсь на государство. Я с вами согласен, что, то, что вы сказали, за исключением одного, воспитания молодежи, это должна быть основная степень, приоритет государства. Ну, если у нас, вот, понимаете, вот, я вам говорю своего места конкретно, вот у нас председатель сельсовета, она дочь предателя родины, да, вот он был у фашистов, полицаем служил. И старое поколение это все знает, но она у нас сейчас председатель сельсовета. Я не понял, я не понял, а там никого лучше не было, никакого кандидата? Ну, на тот момент ее выбрали в 90-е годы, на тот момент никого не было, и так, а вот теперь она у нас уже главенствует много-много лет и ее палками не выгнать. Понимаете, вот те старые жители, они помнят, кто у нее был отец, и что она жила во время советской власти тише воды, ниже травы. А когда вот советская власть закончилась, вот тут она подняла голову. И вот сейчас она состоит членом Единой России, да, она говорит громкие красивые речи, а на деле ноль, это как вредитель. Она ничего не делает. Народ только сжится все больше, больше, больше. А она ничего не делает. Понимаете? И молодежь, глядя на это, ну, они тоже такие пофигисты, для того, чтобы я понял. Понимаете? Надо себя и семьи. Правильно. Секунду. Для того, чтобы я понял, вы мне лично можете объяснить? Народ злится на нее, народ на нее злится. С 90-х годов вы говорите, палками не выгонишь. У вас выборов нет? Там нельзя выбрать никого другого? Может, я слишком долго живу за границей? Объясните мне. А я вам сейчас объясню, кто. Значит, вот из активных членов, ну, по пальцам можно перечислить, кто активный. Ну, 5-6 человек наберется. Молодежь не ходит на выборы вообще. От слова совсем. А старики, они, как правило, вот живут по отдаленным деревням. Вот она проехала с урночкой, ну, принесла, привязываем какой-то подарок. За кого надо проголосовать? За нее. И голосуют за нее. А потом получается, что наши, вот этот раз вот были выборы, я пришла, вот стала выступать, да, говорить, что это вредитель. Он портит лицо единой России. Почему начинают ненавидеть единую Россию? Потому что вот из-за таких людей, которые ничего не делают, конечно, получается, этот. Ну, послушали, послушали, ну, убрали ее с председателей. Это моя заслуга, рада, довольна, убрали. Но ей сделали другое место тоже при сельсовете. И она, по сути, курирует нашего молодого, поставили молодого парня, очень деятельный, очень хороший парень, молодой, ухаживает и за памятниками, ему 32 года, умничка. Ну, она у него только ходит, знаете, как это, шипокляк, следит, не дает ему ничего, не делать ничего. Вот. Вот единственное спасающее, там в интернете что-то напишу, что-то такое. Вы знаете, и это вот самое печальное, что это ведь во многих местах такое. Очень, во многих местах. Хотя, хотя, я хочу сказать, что изменения очень большие пошли и в патриотическом, сейчас начинают воспитывать детей. Начинают. Но уже, к сожалению, два поколения потерянных. Вот у меня сын 90-го года. Это такой нигилист жуткий. Но благо, мы с ним перевоевали, наконец-таки он стал понимать, что Навальный это зло. А то вплоть до скандала было. У нас с темой Навальный было табу в семье. Чтобы не было скандала. Но сейчас он начинает продлевать, что это плохо. А младший, ну тут уже я пустила все свои силы, возможности. Когда у него стали мозги не в ту сторону сходить, я его повезла в Брестскую крепость и показала ему наглядно. Он месяц ходил, как мешком по голове ударивший. Он перечитал все книги про войну. Сейчас это такой фанат военной темы. Он поднял наших предков. Решил в этом бессмертном полке ходить. Понимаете, вот все идет от семьи. И меня в этом никто не переубедит. Если, извините, родители приходят и начинают хаять правительство, какое правительство такое сякое на маленькую зарплату делает, ведь в голове этого ребятенка это накручивается. Поэтому потом такие речи, что нам мало платят. Вот и все. Все начинается с семьи. Если она, мама выступает, там, ой-ой, так это, а в семью приходит, да тот, то он такой сикой, да тот, то, то сделал неправильно. Поэтому, знаете, ведь дети они на вот это лицемерие, на двухречие, они ведь очень чувствительные. И самое обидное, что они берут это плохое, хорошее, они берут, когда родители показывают это личным примером. Совершенно верно. Бунтарей семьи очень-очень мало, я имею ввиду детей, у нас вот была семья, например, пьющая, а ребенок один закончил военное училище, но он сказал, я никогда не буду больше пьяницей, я не буду пьяницей. Он закончил военное училище, сейчас офицер. Вот. А тех мало, мало таких, хотя он в 90-е годы состоялся. Хорошо, спасибо, спасибо, это очень замечательно, что вы дозвонились и все это сказали. и рекомендую всем ваш канал, вы очень интересны, вас интересно смотреть и познавательно, успехов вам в развитии и больше подписчиков, всех благ, берегите себя и своих близких. Спасибо, мы стараемся. Богдан, секундочку, я хочу просто сказать по поводу Единой России, зайдите на сайт Единой России, там есть Высший совет Единой России, вот я даже сейчас то же самое сделал, напишите туда письмо, все, что вы сейчас сказали, все свои соображения напишите, проведут проверку, они действительно реально работают и всякую шушеру, которая тянет их вниз, они просто легко достаточно от них избавляются. Я вам рекомендую написать туда письмо Ссылку мне потом скинь, я прикреплю эту ссылку, потому что то, что сказала женщина, действительно правильно она сказала, я не могу ничего здесь сказать, что она сказала хоть что-то неверно, вот, единственное, что надо больше активности, женщина молодец, понимаете, если бы она ни хрена не делала, то вот эта зараза до сих пор бы сидела там и управляла. Она молодец. Именно так, но это еще раз доказывает то, что если делать, то все работает, и все вот эти упороты в заявление, что куда они пишут, что они делают, это бесполезно, вот это еще раз доказывает, что это не так, что надо не сидеть вот так и не думать, боже мой, когда же Путин обратить на это внимание, а самим хоть что-то делать, шевелиться, так же точно это относится и к Украине. Абсолютно верно. Активная, опасная, упоротая меньшинство захватила власть во всей стране. Да. И в России, если люди все это понимают, будьте активны. Миша, есть добавить? Через 30 лет президента будет не милой. Сижу, читаю, очень сегодня интересный, так сказать, разговор. И народ собрался у нас с разными мнениями. Я полностью согласен с крайне звонившей. Действительно, это плохо. Кто хочет работать, тот работает. Вот этот молодой человек, 32 года, не хочу никого обижать. То, что он уехал в Москву, не уехал. Такое ощущение, что он до сих пор живет с мамочкой. Понимаешь? И она ему готовит, сопельки вытирает и прочее. Рассказывать вот эту мантру про 15 тысяч, на которой живет вся страна. Ну, это уже по-моему на наш год. И Навальный вроде уже успокоился, а молодые люди продолжают те же мантры и песни. Ну, уже смешно. Реальные люди такие зарплаты. Он вывешивает объявление, требуется дворник, 35 тысяч или 38. это в населенном пункте. Сережа, попробуй отключить микрофон, пока ты не говоришь. Давай разберемся, что за хрень. Давай попробуем. Миша, да, продолжай. Ну, вот примерно все в таком же ключе. По поводу на западе лучше. Опять же, старая песня о главном. Ты сколько ведешь уже канал на ютубе? Сколько ты рассказывал, показывал? Ты подробно расклады делал? Сколько ты можешь заработать? Сколько ты платишь налогов? Но люди вообще такое ощущение, что с закрытыми глазами включают канал и смотрят. Неужели нет информации, чтобы посмотреть на реальную жизнь там? Вот эти все сказки, что там все прекрасно, извините, ребята, они как-то закончились. И как-то внезапно закончились. Кому-то плохо здесь, мало свободы этому молодому человеку. Я очень хотел у него спросить, каких ему свобод, вот сегодня, сейчас не хватает, каких? Ему что, не разрешают с девочками встречаться? Что, его Путин за руки держит? Или что? Или кандалы надели на него? Какие мужчины свободы? Уж где-где, но в России, по-моему, перемещайся, куда не хочу, работай, зарабатывай, живи. Кто тебя тронет? Нет возможности здесь, да, я вот тоже, я прирастаю к одному месту, я не могу куда-то уехать далеко, и мне хочется, чтобы работа была где-то недалеко от дома и рядом. Но сейчас создаются такие условия, что кому-то приходится уехать, чтобы заработать для семьи. Но это тоже есть. И в принципе весь мир, на который все привыкли ссылаться, весь Запад живёт таким образом. Так, он перемещается вообще чуть ли с континента на континент. А нам надо, чтобы принесли вот сегодня, сейчас разжевали, положили в клювик. И мы ещё посмотрим, нравится нам или не нравится. Короче, со всеми проблемами и трудностями немножко мы, конечно, подрасслабились. У нас есть ещё одна дозвонившаяся. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Это можно звонить. Алло, здравствуйте, Михаил, Серёжа, Богдан, здравствуйте. Пищица ваша, ну, конечно, с крайней женщиной, но вот прям она сказала всё, вот как я вот прям сижу, слушаю. Единственное, что я не могу понять, я переехала в Россию больше 20 лет с Латвии. Настолько удивлена, я никогда не жила в ней, я не видела её, я настолько была в шоке, когда сюда переехала, что вот как-то, мне рассказывали про эти зелёные электрички, про эту колбасу, там, в Москву ездили, вот это всё. А я жила там, хорошо, пришлось бросить комнатную квартиру, всё, вот сюда переехали. Переехали. И вот сейчас, за эти 20 лет, я почему-то, я вижу, как меняется Россия. Мне столько интересно Россия, я её уже столько объездил, вы даже себе представить не можете. вот крайне у меня Новосибирск был, там, Плау, Казань, Санкт-Петербург, мне как раз Москва, там, Балаам был, Донбай, вот мне интересно, я же вижу, как она развивается, и я настолько не понимаю, то ли это у русских принято, я вот придумала так себе, что вот они все нули, потому что, ну, лишь бы не сблазить, вот мне так почему-то, они не видят таких изменений. Я в прошлом году так испугалась, у меня, во-первых, что-то скажу, вот у меня, например, 35-34 года, они выучились, представляете, как их тяжело было учить в начале двухтысячных, я с дипломом университет закончила, мы выучили, у меня двое внуков, и вот ничего, в России нету ничего, у меня внучка пошла в новый садик, внучок пошел, в новый садик, внучка сейчас ходит, в новую, шикарнейшую, лучшую в городе сейчас школу, ну, как этого можно не видеть, и я в прошлом году очень испугалась, когда вот это вот мы принимали поправки, я их все прочитала, с маркером, все выделила, может что-то не поняла, мы это с мужем обсуждали, хорошо, что он меня поддерживает, и подружка у меня близка, а с другими-то друзьями поебала, мы разругались, и они умнейшие люди, причем, чем вот они богаче, мы приехали сюда с нуля, начинали, вообще с нуля, никого вообще не знали, в этом Воронеже, вообще никого, они почему-то, чем богаче, тем они больше нуля, тем у них все плохо, я когда начинаю, вспоминать, мы вот подборник 20 лет, как познакомились, так и дружим, не было разве такого, а вот так вот не было, хлеб, у меня денег не было, все прекрасно помните, я думала, может быть, у них уже беспамятство началось, люди все-таки, к 60-ти, вот этого я могу понять, почему никто ничего не видит, и я все время думаю, вот вы все время говорите про идеологию, Михалкова очень уважаю, очень люблю, и он тоже, но я не понимаю, если ты так кричишь, если ты так бьешь колокола, ну тебе же легче наверх это донести, а вы же, они же там, вот я смотрел, этот круглый стол, они там все, и Багдасаров все правильно говорите, ну почему, если вы ничего не можете сделать, я согласна, что зависит все от нас, вы не пробовали начать все с себя, я настолько вот в ужасе, как, ну вот с мусором здесь вот так, и до сих пор не могу привыкнуть, 20 лет прошло, что вот можно это все бросить, что вот я утром выхожу, так все чисто за ночь убрали, вечером иду с работы, ну опять такой же, ну как так, ну как, я не понимаю, как так люди живут, зачем живут, поэтому идеологию, я не могу себе придумать, например, вот какую им предложить идеологию, то, что все из семьи, полностью согласна, если вы дома, если вы дома всем недовольны, ваши будут дети точно такие же, алло, да, да, мы вас, мы вас слушали внимательно, а то у меня такой монолог, в души Богдан, мы вас слушали абсолютно внимательно, вы видите, никто вас не перебил, спасибо, спасибо вам за, поэтому я очень вас всех поддерживаю, Сережу, Мишу, все, вот все мы правильно говорили, ну все, ну вот как, не знаю, как, куда это все уходит, спасибо, я боюю, я поругалась с подружками, вот мы так вот, у меня даже муж говорит, может быть они не такие умные, как ты все время и думаешь о них, я говорю, ну как, они же умнейшие люди, ну почему вот такое, вот я не знаю, и где этот молодой человек, у меня вот детям 35 и 34, у меня девчонки, сколько зарабатывают, где они видят эти 15 тысяч, я с подружкой поругалась, бабушки вон плохие, так бедно живут, им нечего, и у них такая нищая пенсия, сказала, найди мне эту бабушку, я ей помогу, сама, лично, найди хоть одну мне бабу, вот, вот вы молодец, родители живут, мужа родителей, дай мне эту бабушку, я ей пойду куплю, что ей надо, накормлю ее в конце концов, все говорят все время о каких-то, вот 15 тысяч, и на западе, вот я говорю, у меня с моего класса 30 человек, у меня в Латвии 2 человека осталось, у них нет внуков, ну вот у нас уже у всех есть внуки, по возрасту даже, у них все дети за границей, они сами за границей, на каких-то рыборослых, на обрабатывающих заводах в этой Англии, в Норвегии, нету, говорит, вообще, вот нету будущего у Латвии, мне ее очень жалко, я там и выросла. Но несколько минут назад, дозвонившийся, говорит о том, что он хочет так, как в Прибалтике, что бы вы ему ответили сейчас? Вот, а вот пусть он туда съездит, вот мне моя подружка, они же действительно, они тоже никогда не были в России, у нас такая смешная история получилась, я вам на 3 секунды вас забежу, они, значит, мы решили, она мне говорит про каких-то снегирей, я думала, она шутит, они правда там чего-то такое говорят, про нас показывают, я говорю, давай вот так сделаем, говорю, вот я выхожу, и я иду и снимаю ей онлайн, я иду на работу, я показываю свой район, я в торговый центр заходил, вот все ей показываю, как у нас жизнь, она идет, вот вы можете представить, вы на работу, и можно не встретить ни одного человека, вот ни одного, все закрылось, все, работа, да, ну, венспас я не вижу, ладно, спасибо, там уезжали было 75, спасибо, так что, ребята, все зависит только нас, пока мы сами за себя не возьмемся, дети у нас будут точная копия нас, правильно, пока мы сами за себя не возьмемся, дети будут точно копия нас, пока мы не будем, беречь окружающие то что вокруг нас выходить в парке убирать за собой у себя во дворах пока мы не научимся соблюдать чистоту никто за это никакой путин не придет и не подметет все правильно говорят все но какие-то вещи сейчас секунду то что сказала эта женщина я говорил многократно о том что в россии действительно есть колоссальное изменение к лучшему за это именно поэтому я руками ногами всеми частями тела за владимир владимирович а потому что я вижу результат да я не живу в канаде но я настолько интересуюсь тем что у вас происходит я это вижу вот у себя канаде я этого не вижу каких-то изменений к лучшему у вас вижу это радует это замечательно но есть еще вещи от о которых я говорю надо эти вещи тоже улучшить я не все пропальщик я не говорю вам сейчас здесь что все плохо все пипец сушите весла но есть вещи которые надо улучшить и а это зависит на мой взгляд от нас я обычный человек обычный человек который вместо того чтобы сидеть я не знаю сейчас пойти гулять с собакой тут нет дом красить надо я с вами разговариваю я уже больше пяти лет занимаюсь блогерством для того чтобы что-то сделать стараясь как могу вы можете представить если основная масса людей я понимаю все не смогут такими быть но если люди будут как эта женщина которая не сидит на жопе ровно она что-то делает сергей сказал можно жаловаться жалуйтесь по поступкам этой о которой говорили что у нас единой россии нельзя судить о всей партии но в ваших руках они что-то делать какая бы партия не было назовите ее единая россия великая россия какая угодно все равно будут те кто будут идти туда за своими с личными с вашей наверно их нужно выявлять и убирать а кто это может только мы люди на местах которые находятся и видят все это как каждому чиновнику контролер не поставишь естественно давайте посмотрим телеграм-канал блогер б.н. опросы 2 по поводу дани милохина ему подобных должны быть примером для наших детей очень хорошо держится 98 процентов ответили что нет ни в коем случае этого не должно быть один процент что за он должен быть примером и один процент ответил что им абсолютно пофигу что происходит нашей стране второй вопрос по поводу цензуры нужно ли возвращать в сми государственную цензуру 85 утвердительно ответили что нужно 15 процентов ответили что нет некоторые писали в чате что цензуру невозможно потому что она запрещена конституции я считаю что если это нужно будет делать во благо страны тоже значит нужно будет внести изменения в конституцию которые пойдут на благо страны как это и было сделано в прошлый раз сейчас если в том году изменим конституцию которую либо раз дня увидела только одно обнуление сроков путина другого они там ничего не прочитали не увидели потому что им было просто это невыгодно читать поэтому я думаю что изменить сутью в части цензуры я тоже думаю труда не составит если это будет целесообразно для нашей страны правильно же надеюсь во всяком случае у нас есть еще дозвонившийся здрасте еще есть вы в эфире добрый добрый день добрый день гости меня зовут игорь я из города мытища я просто свой взгляд на то что о чем сейчас говорят люди и небольшого спросить совета да у ваших гостей я вот уже некоторое время заметил что я не могу разговаривать со своими друзьями на да даже не то что на политические темы ну вообще потому что так или иначе все уходит куда-то в политику ну например вот последний разговор вот вчера у меня был близким другом по институту жалуется что у нас в россии все очень плохо его как предпринимателя давят в частности он рассказывал как у него закрылись карточки за то что он не заплатил налог на машину вот машина у него несколько в семье в частности он не заплатил за свой лекцию вот и вот я сижу и думаю да вот как ему вот вот сказать что ну слушай ну вот ты свой лексус да вот у тебя машина это явно машина не непростого так сказать гражданина россии она дорого стоит неужели ты не можешь найти эти деньги вот очень так вкратчиво спрашиваю такой вопрос он говорит нет у меня есть эти деньги но они наличкой да а мне заблокировали все карточки а наличкой платить принципиально не буду я в канаде не заплатил какие-то налоги и причем еще принципиально вот-вот дальше вы слышите да что я вот рассказываю и вот ну я разговариваю с ним да он часто созваниваемся он сейчас летит в грузию отдыхать ну ладно выбор его там грузинам да все помним как чай наших там недавно нашего там телеведущего знаменитого вот и вот слово за слово я ему говорю а что вот в грузии ты при ну хочет там в грузии жить остаться говорить мне типа там хорошо там предприниматели не мучают я говорю что что там разрешает это предпринимателям не платить налоги он говорит ну как бы молча и начинают как вот всю тему переводить что там никак не это не ущемляют там свободы и прочее прочее я могу это я ему говорю ну слушай но налоги ты же везде надо платить и тебя по головке не не погладят а в америке даже тебя за это в тюрьму посадят на что он не отвечает что типа у него в америке много друзей и никого еще не посадили и типа и там такая свобода делать чего не хочу хочу в америку ехать так вот сейчас сергей сказал вы не услышали это потому что там все платят налоги и никто не выпендривается ой я не знаю вы знаете я говорил как-то фразу самая влиятельная организация в мире это дураки у них везде свои люди да вот понимаете я не могу не хочу ссориться с людьми со своими друзьями да я не хочу с другой стороны меня прямо вот так вот воротит вот от их взгляда на жизнь что ну вот он переедет что ему там лучше ему там лучше будет вернется же в россию точно так же по ковиду такие же у меня возникают вопросы да как бы начинаешь разговаривать да с людьми ну просто не понимая тяжело переболела сейчас у него антител нету вот недавно с девочкой разговаривал да но приелаться не пойду это повлияет на мое здоровье ну как так можно да я знаю да и вот это вот массово массово такая вот не знаю откуда берется эта пропаганда да вот этого антипрививочная что у нас в россии все так плохо я понимаю что это только враги пропагандируют это я не понимаю как с этим бороться потому что мне кажется правительство не сможет в телеграм-канал там вообще все соцсети как это обрезать не что-то с этим делать вот я понимаю что это невозможно общение вот таких вот близких вот людей да вот казалось бы да у меня вот нет детей да вот женщина звонила что она учится у детей у меня нет своих детей да и поэтому как детей нет вообще да и я как бы не могу вот сказать что да я своих учу а вот с друзьями с близкими разговаривать потому что это точно придет к разрыву отношений тем более у них получается своя маленькая есть вот они вот против прививок они вот собрались вместе я говорю ой мы я бы я против и ты против как вот собралась кучка да и они вот они собрать и все кто не с ними те пропагандисты лёвские да я так говорю я спрашиваю я тоже кремлёвский типа пропагандист но они так посмеиваются ну типа да вот но вот эта проблема что делать с друзьями которые этого не понимают разрывать связи я же помню хорошо как украина была да вот как началась там 14 год разорвались все связи и у нас точно так же да все не есть украинцы связи были абсолютно порваны и что сейчас из этого к вида или там то что вот не платят налоги разрывать связи теперь уже с остальными друзьями близкими у нас есть такая тоже да которая тоже родственница которая вечно такую хрень пересылает по ватсапу и там ладно ладно хорошо в россии спасибо вам серёжа серёжа я не понял а что у тебя там за американский флаг на на кофте вот это чё такое это эмблема фирмы никакой американский флаг у меня есть вот это вообще воронеж а ну ближе покажи мне я не могу ближе у меня камера не подстала если это на американский флаг похоже на американский флаг белый с красными полосами я когда первый раз приехал в керчь увидел флаг керчи вот этот белый флаг с красными полосами я подумал откуда здесь только американских флагов а потом приблизился звездочек нету ладно слушайте я хочу заметил вернее вы заметили все о том что вот у нас вот эти вот все кто хают нашу страну они в основном из той категории людей которые хотят жить не по закону и у них это не получается и они начинают охаривать нашу страну вы не заметили тенденцию я заметила тенденцию в крыму вот когда я здесь стал очень часто находиться после того как крым перешел в россию так иногда спрашиваю людей ну чё как вам тут и знаешь чего вот все кто говорят нам не нравится это все те кто а были браконьерами здесь которые здесь вылавливали рыбу когда можно и когда не можно и все те кто здесь жил не по закону вот им всем не нравится то что в россии теперь нужно соблюдать четко соблюдать законы платить те же налоги вот пожалуй сейчас человек позвонил тот же пример а что касается вакцинации я же сделал все вторую вакцинку недавно к вивак у меня была это было где-то недели две уже прошло может быть даже больше и вы знаете я буквально три дня назад заметил что рядом со мной лучше работают телефоны аккуратно ребят они просто офигенно радат ты что по поводу сейчас лишь подали по по поводу по поводу вакцинации вы знаете у меня тут такое неоднозначное мнение так как зрители должны понимать прежде всего у меня нет возможности вакцинироваться ни одной из российских вакцин к сожалению я пока не смог добраться не до одного специалиста которому можно было бы доверять для того чтобы задать ему вопросы поэтому мое отрицательное отношение к вакцинам прежде всего относится только западным с российскими я сам еще не до конца понимаю что и как западным до миша когда нас двое против тебя мы двое вакцинировать и живете дорогие мои тут уже не доедешь так ну что у нас еще у нас тут движуха пошли мы мы еще мы еще не рассказали же про нашу слава богу не прошедшую волкову в госдуму вернее на праймеризе это же был просто это же очередное дно вот так о чем на я показывал в видеоряде что это да певица из тату она же собиралась значит пойти в госдуму заняла насколько я знаю 15 место на праймеризе из семнадцати боже мой что он за нее проголосовал но тут ее очень хорошо показалось ксения собчак за что есть принципе спасибо даже можно сказать когда она показалась не интервью и дала нам понять всем кто пытается прийти на выборы она ее затроллила этим законом дима яковлева до знаем этот закон я надеюсь все что закон диме яковлева это по поводу усыновления наших детей гражданами сша и ксюша поняла что гражданка волкова нифига ничего не знает она и такую прогнала тему что типа ну ты же понимаешь дорогая волкова что этот закон о том что нельзя играть в футбол в маленьких городах если рядом проходит дорога автомобиль да 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 понимаете вот кто какого мы могли голосовать у меня я как увидел это мне даже неприятно вот правда вы понимаете что у вас в государственной думе сожалению такие хуже там довольно много а потом давайте еще туда под а потом а потом мы обсуждаем о том что в владимир владимирович что-то там не сделал ну дорогие россияне ну вы хотя бы голосуйте по уму не помню кто вот женщина звонила да говорила а сами не идут голосовать выбрать что даже своих там на месте каких-то глав своих населенных пунктов либо мы не идем голосовать либо голосовым за упырей а потому что те и суд голосовать за своих упырей а мы не идем то что некоторые из нас думают да ладно я лучше вон дома посмотрю все посижу или за меня и так проголосует ли кто-нибудь выберет вот это наша ошибка мечта меч давай дай слово по моему это у тебя и еще выключал продолжать так слышно по поводу вот этой певицы я уже в начале сказал что это ну пусть грубо прозвучит это наши поющие трусы которым захотелось прийти во власть то есть кормушка немножко опустошилась хочется денежек опять и много вот они решили пойти во власть и я так думаю что есть люди которые такое продвигают крышуют помогают деньгами но народу выбирать и вот меня все время добивает одно обстоятельство вот с кем не споришь вот у нас не такая власть вот не тех выбрали вот у нас госдума неправильно и я всем говорю ребята ходите на выборы приходите голосуйте выбирайте людей но только вы поинтересуйтесь программы выбирайте достойных по вашему мнению чтобы не попадали там нехорошие плохие на что я слышу ответ я никогда не ходила голосовать и не пойду вот это вот такая позиция существует и это надо исправлять должна быть активная гражданская позиция надо ходить на голосование надо выбирать людей начиная с местных депутатов и потом с них же требовать чтобы у нас были и дороги и лампочки горели луж не было а потом начинается вот у нас плохо вот лужа возле моего дома потому что путин у нас плохой заменим президента все будет хорошо ну у нас уже звонившийся довольно быстро я вас вывел в эфир здрасте представьтесь пожалуйста меня зовут владимир я живу в канаде так же как и вы уже 25 лет вот и украины с киева говорите мы вас слышим очень хорошо слышно когда я когда уезжал его я планировал уехать временно посмотреть мир заработать денег ну и вернуться домой и вот я помню хорошо рядом когда отключите пожалуйста звук эфира у вас там потому что мы немножко слышим ну и значит рядом со мной стояли люди которые на визу на визу канаду так сказать не оформлялись просто типа поехать в гости или посмотреть теоретически я помню одной женщине отказали она вышла заплаканная прямо для трагедия я не знаю в ужасе лет когда любить я ее прекрасно понимаю поскольку в советском союзе у нас была закрытая граница люди всегда считают их менталитете нашего человека вот где-то есть рай ему обязательно нужно знать где-то есть рай вот он никогда не скажет этой картины ему кажется что его жизнь скучная однообразная тяжелая он мало зарабатывает а вот где-то на западе где-то там за океаном и он смотрит на эти пальмы на вот эту западную рекламу я 25 лет живу здесь я знаю какая тяжелая рискованная жизнь здесь как это все я вылез практически ну случайно просто выкарабкался чтобы у меня было все желание первые первые уходы когда работа на черных работах когда я получал копейки не могу заплатить за квартиру и мои деньги что я привез продал квартиру в киеве быстро истекали я все понял какую громадную ошибку я сделал и тем что приехал сюда недавно я ехал в машине ну здесь в канаде естественно и по радио рассказывали канадцы же рассказывали что голливудские фильмы контролируются американскими спецслужбами то есть специально значит под темы деньги подбрасываются чтобы специально создавать образ жизни в америке но ничего этого нету жизнь скучная тяжелая однообразная теперь я знаю в россии ну в советском союзе как какой-то блин вулкан как интересную какую-то жизнь есть вот работа работа платишьте эти квитанции если тебе повезет если ты все заплатишь ты счастливый человек западных человек это мы все говоря раб полный как он настолько настолько ему мозги про промолошили вот значит насчет свободы слова какая свобода слова я сейчас смотрю я сейчас смотрю я думаю что я приехал свободный мир и вообще здесь собака как я понял все перевернулось здесь уже советский союз, полная цензура. Что я смотрю в России, что они говорят, любые темы обсуждаются. Путин, не Путин, все обсуждается. Реально, я вижу насколько теперь Советский Союз стал, то, что мы стали Америкой, что там все обсуждается. И насколько Америка превратилась в Советский Союз. Это просто поразительно. Но наши люди это никогда не примут. Они никогда не примут им все время, потому что им нужен рай. Вот идея рая, что где-то рай, а вот ему плохо, вот ему скучно, тяжело, денег нету. Здесь это все забито в плане бизнеса. Все забито, схвачено. Здесь какая-какая свобода бизнеса. У нас, я работал в большой компании, в магазине, в которой продавали холодильники. У них был заключен контракт с какой-то компанией, которая продавала холодильники. И только они могли покупать только холодильники с этой компании. И в той компании, которая продавала холодильники, было условие. Если они продадут, даже если выгодно кому-то продать на сторону в холодильнике. Эта сеть магазинов сразу с ними прервала контракт, поскольку не хотели, чтобы этот бренд был только с ними. То есть все перепутано договорами, все условно. Никакой свободы рынка или чего-то нет. Поэтому этот бред, нашим людям нужно знать, что где-то рай, у них все плохо, там тот ворует, начальство ворует, даже ворует. То, что везде происходит, ворует только, все везде гладко, здесь просто законы лоббирования, это официально за лоббированием. Но все то же самое, человеческий менталитет. Если ты будешь срать у себя в подъезде, если ты не будешь являться задницей, не будешь наводить порядок у себя дома, ничего не будет. Приедешь на запад, ты здесь никому не нужен, ты одинок, ты сражаешься, молодые ребята не могут найти себе пару, жениться. Тут вообще, ну понимаете, это совсем другая планета. Они думают, что будет точно так же, как у них в России, только они будут получать в 10 раз больше. Расходы останутся те же самые, они просто будут в 10 раз больше получать. У меня куча друзей, программистов, которые в машине живут, человек живет в машине, просто в машине, хотя он программист. Это все здесь очень тяжело, и нужно вкалывать, если тебе повезет, все будет нормально. Минимальная там зарплата, деньги раздают. Но эти деньги ты не выживешь. Но это разные планеты, но наш человек никогда не откажется от идеи рая. Что вот здесь, он будет смотреть эти фальшивые картинки, как там люди улыбаются фальшивыми улыбками, что здесь все хорошо. Он не будет видеть людей в Калифорнии, которые лежат на голой земле, когда ночи в Калифорнии холоднющие, днем жара. Я там месяц был, жил в машине, потому что там разрешают машине, потому что там бездомных полно. Я видел этих людей, это пытка, это просто как гестапо, не вертся, спать на голом земле. Я все это видел. И этот человек рассуждает, что вот на Западе, и я помню, что я точно таким же был. Я понимаю эту женщину, которая в канадском посольстве рыдала, как страшно горе ее семье случилось, что она не получила визу в Канаду. Потому что всем нам казалось, что вот там вот рай. Вот там рай. Вот если туда попадешь, там рай. Вот этот менталитет, он не изводимый. У нас человек все время бьется на эту стенку. Это огромный риск для России. И она может просто рушиться, просто вот этой глупости. Вот этой глупости. Понимаете? Все я закончил. Спасибо большое. Спасибо большое. Я очень благодарен, Сережа, извини, тому, что этот человек позвонил. Пять лет я говорил то же самое. И не только говорил и показывал. И мне кажется, мне казалось всегда, что это настолько важно для того, что я могу кого-то уберечь, спасти, помочь стране. Но у меня не 20 миллионов подписчиков. Мне не надо 20 миллионов подписчиков. Я пять лет это делаю, в общем-то, на голом энтузиазме. Я даже, вот Сережа говорит, донаты проси. Я даже про донаты не говорю особо. Кстати, вчера не Олег, а Ольга прислала донат. Я благодарю. Дорогие друзья, я просто здесь всем в этом эфире руковожу. И я даже не всегда вижу. Я вижу там, я извиняюсь за имя. Вот, но, понимаете, мне не надо 20 миллионов подписчиков, чтобы я стал миллионером. Мне не надо. Мне надо то, чтобы люди узнавали как можно больше правду. Но меня поражает то, что люди, как будто бы им это не надо. Действительно поражает. И, естественно, меня это не приводит в какое-то положительное состояние. Потому что то, о чем сказал сейчас звонивший, это еще со времен Пушкина, понимаете, за морем. А как там за морем? За морем житье не худо. Это, наверное, наша национальная какая-то особенность. Кстати, у американцев я такую особенность никогда не видел. Потому что они, наоборот, считают, что у них все самое лучшее. Живут в говне. А считают, что так и должно быть. Богдан, знаешь почему? Одну фразу. Потому что им круглые сутки, вот со всех утюгов, они рассказывают, что они самые великие, они самые красивые, у них град на холме, они всем несут демократию, они поцелованы и Богом, и всем на свете, и во все места. А у нас, у нас другой менталитет, у нас другая фишка. У нас сказки разные, понимаешь? У нас сказка какая? У нас главный герой, Иванушка-дурачок, который сидит, никого никогда не обидит и что-то ждет. А у них то Питер Пен, который мудрый, то Семь гномов, которые что-то с белоснежкой делают. Кстати, интересная тема. Интересная тема. Вы замечали то, что российские, русские, вернее, народные сказки, там Иван-дурак, там что-то сидят на печи, Щука что-то принесет. А, нет, никто, никто не работал во всех сказках. Один Иван и тот дурак. Все ели. Вот. Это, это неправильно. Это неправильно. Да. То, что вот вчера в прошлом моем эфире была прекрасная женщина Евгения, она сказала, Единственное в чем, американцы, непревзойденные мастера, это в маркетинге. Продать говно, сделать так, что это говно будет желанным, лучше, чем они никто не сделает. А в России не модно быть патриотом. Не модно сказать, что я там за Россию, не дай бог, за Путина. Ой-ой-ой. Как раз модно, наоборот, ругать, критиковать, что-то там хотеть. Ничего не хотите при этом сделать, не для страны. Мы в телеграм-канале, вон, тоже же выставляем такие вещи, вон, Сереж. Вот, недавно было, показывали, какое быдло вызвало такси, парень не захотел их отвозить. Ну, ё-моё, дорогие россияне, ну, что это такое? Так, у нас есть еще. Давайте, сейчас я один, подожди, момент, скажу. У нас есть еще дозвонившийся. Вдогонку того, что говорил сейчас. Вот тот, кто звонил, 30-летний, что все плохо, надо ехать куда-то за границу. И с учетом того, что вот сейчас последний звонящий говорил, я хочу сказать, что уехать туда можно. И вопрос только в другом. Сможешь ли ты там устроиться так, как ты хочешь и как ты мечтал. Или, может быть, по-другому, устроишься, как получится, и дальше вынуждены будешь там уже работать. Потому что просто тупо не будет денег вернуться обратно. Их просто не будет. Тебе будет платить столько, чтобы ты мог выйти завтра и работать дальше, чтобы было на что есть. И все. И ты попал вот в эти тиски, из которых выбраться просто не получится. И будешь петь песни всем своим родным здесь, как тебе там хорошо, чтобы просто не опозориться перед ними и перед своими друзьями. И не исключено, что многие именно так и делают. Что касается, вот сейчас пишут в чате, что Саня Брежнев живет в машине. Так правильно, он поэтому и живет в машине. Потому что мы сейчас понимаем, что если он будет снимать жилье там, то он больше половины своего заработка будет отдавать на это жилье. И не сможет он себе покупать дорогостоящие там, что он себе покупает, дроны и делать свою божественную яичнику. Потому что он будет уходить на жилье. Абсолютно нормально. А теперь по поводу донатов, ребят. Я вспомнил вот что. Давайте отнесемся к этому со всей серьезностью. Сделаем приятное человеку. Я сегодня на телеграм-канале, телеграм-канал блогер Бэнн. Кто не знает, подписывайтесь. Опубликовал видеоролик небольшой от Алексея Журавка. Человек живет в квартире и сделал себе там, как смог, кондиционер, условно говоря. Слушайте, ребят, давайте скинемся денежками. Купим ему вентилятор с опрыскивателем. Знаете, есть такие вот, я сейчас вот открыл на Яндексе, вентиляторы с опрыскивателем. Стоят они от 10 тысяч и валь. Вышло в среднем, цена где-то порядка 14 тысяч рублей. Вентилятор может распылять воду. Хороший вентилятор для того, чтобы, в общем-то, хоть как-то более-менее от жары не сдохнуть. У него маленькая квартирка, кондиционера нет. Квартира, естественно, не его. Он даже не знает, что я сейчас об этом говорю. Квартира не его. Я вот у него был. Что сейчас там творится при жаре в Москве, это просто ужас. Поэтому, если кто-то может поучаствовать, если кто-то хочет поучаствовать, я думаю, что вот донатовская система, да, у тебя вагдан, который есть, способна принять какие-то суммы для того, чтобы... Да, и помимо этого человек может написать, что это на такую-то цель. Все, что мы получим и будет написано для этой цели, в полном объеме будет отправлено. Давайте, вот, для Алексея Журавка. Да, Алексей Журавка, в полном объеме будет отправлено. Замечательный человек. Сейчас найдем какой-нибудь вентилятор, который... Сейчас, секунду, посидите на линии. И посмотрим, сколько это стоит. Я думаю, что нормально, да, Багдан? Да, я же не возражаю. Алексей, конечно, будет нас ругать, но это просто такой человек, который он... Это наше дело, мы хотим сделать им приятно. Хороший человек, замечательный человек, просто отлично, на самом деле, во всех отношениях. Хорошо, у нас есть еще один дозвонившийся. Сколько у нас эфир уже? Уже 2 часа 15 минут. Ну, давайте еще поговорим немного. Здрасте, вы в эфире. Добрый день. У меня день, у вас там уже ночь. Наоборот. Я звоню вам с Америки, меня зовут Федор. Живу в штат Мизури. Работаю трак-драйвером, проживаю здесь уже 21 год. Послушал вас эфир. Сейчас вот мужчина звонил вам с Канады. Рассказал чистую правду по Канаде. Я хочу вам, если желаете, рассказать... Только немножко громче. ...чистую правду об Америке. Я живу в Америке, понимаете. И здесь такая же самая система, как и в Канаде. Везде, чтобы заработать, надо пахать. При Советском Союзе, я... Вообще-то, мне уже 60 лет. Вот. Я жил на севере, зарабатывал деньги, был свободным человеком. Здесь я себя не чувствую свободным человеком. Здесь мне приходится пахать, как коню, блин. Понимаете? Никто этого не понимает. Я вот почти каждый год езжу на Украину. Я сам с города Хернсона. Вот. Приехал, простудился, пошел в больницу. Женщина стоит, рассказывает там бабушкам. Я вот была в Америке, там одна свобода такая. Там так хорошо там. Я стоял, молчал, молчал. Потом, блин, как психанул. Говорю, вы что рассказываете? Вы там работали? Или что вы там делали? Я там была в гостях, говорит, слышишь? Вот. Ну, говорю, если ты в гостях, вот. То ты не видела, что ты там, это самое. Тебя покатали, блин, и все. Тебя накормили, напоили, и все. Ты больше ничего не видела. Что ж ты рассказываешь людям? И люди, блин, думают, что там так хорошо живется. У меня к вам есть такое предложение. Вот. Может создать такой канал, чтобы можно было бы, чтобы люди с Америки, вот, или там с Канады, рассказывали свои истории, вот, как они здесь живут и как они здесь выживают. Чтобы это все было правдой. И за медицину рассказать, какая здесь медицина, какое здесь все конченное, убитое, блин, и какие пилы приходят нам за эту... Зачем создавать канал? Обращайтесь ко мне, каждый, каждый, кто живет за границей. Неважно, Америка, Америка, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Италия. У меня был уже цикл таких интервью. Но когда люди ко мне обращались и говорили, Богдан, давай запишем интервью, я соглашался. Но если люди не перестали обращаться, ну так давайте, давайте с вами напишите мне в ВКонтакте, в личное сообщение. Ну или вы, либо хотя бы здесь вот напишите, я обменяемся с вами контактами, выведу, сделаю вас героем одного из моих репортажей. Поговорим без проблем. Поговорим, поговорим, Богдан, это самое. Я просто к вам сколько звонил, никак не могу дозвониться, знаете. Это первый раз, что я дозвонился до вас. Вот. А так это самое. Я с удовольствием выйду, порассказываю всю правду, блин, как я начинал здесь, вот, какие у меня были проблемы, сколько я зарабатывал, ну и все остальное, как говорится, по жизни, чтобы люди знали, что мы здесь не живем в раю, мы здесь зелень с деревьев не дергаем. Да, ну, 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 я вам скажу, сколько я об этом говорил, и все равно. Ну ладно, сделаем еще с вами, с другими людьми. Хорошо, спасибо за то, что вы дозвонились. Спасибо, звоните почаще. Спасибо вам тоже. Всем привет. России привет. Спасибо. Джулиану Ассанжу, огромное спасибо за донат в 1000 рублей. Да, Джулиан, я тоже это увидел. Спасибо обязательно Алексею, мы это передаем. Серега, а сколько стоит вентилятор? Вентилятор стоит от 13 тысяч рублей выше. Если, ребята, кто-нибудь найдет еще какие-нибудь, посмотрите. Пишите, мне сейчас не очень время есть их смотреть, но вот то, что я нашел. От 13 с баком, а не с баком. Внизу, но они все одинаковые, в принципе, зависит от магазина. Я имею в виду те, которые не в Алиэкспрессе, конечно, нормальные, которые есть у нас в магазинах, продаются. Телеграм-канал Блогер БМ, Блогер БМ Лайв на Ютубе и на Рутубе тоже не забывайте. Телефон наш 505-075, код Москвы 495, только не телефона, а WhatsApp. Некоторые пишут, не могут дозвониться, может, потому что вы звоните по телефону, телефона этого нет, это WhatsApp. Работает только во время прямого эфира. звоните по WhatsApp, через приложение, на компьютере, на телефон, неважно. 495, плюс 7, конечно же, код страны, 495, код, ой, 925, извините, 925, да, но он просто и так, и так работает. 505-0755. У нас есть еще один дозвонившийся. Здрасте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Ну, Александр, я с Украины, вот, с Донецка, но я сейчас нахожусь на территории Украины. Ну, я вот что хотел вас спросить. Вот вы поднимали тему запретить там, как это сказать, судей. На мой взгляд, запрещать надо предельные какие-то темы. Ну, мат, ну, сами понимаете, о чем я говорю. Все остальное, пусть оно будет. Обязательно на то и, говорят, тюка, чтоб карась не дремал. Другое дело, что реагировать надо точно таким же образом, если, допустим, там, на Вальнято чего-то расскажут. Вот, Паша, передача как раз противовес этому. Ну, это все даже противовесно, чтоб человек сам мог сравнивать, что он слышит, и ту информацию, которую доносят люди с другой позиции. А вот, если, ну, полный дурак, ну, будет, как вот у нас, у этого, у Полтавы, такой блогер есть. Вот, или, там, канал, говорит, вы выйдете в Виль. Но самое интересное, что на этом канале сначала были, вот, все-таки, как бы, про Бандеровский, как бы, эээс, а потом все больше и больше комментируют, что они там в Минчинске, так я смотрю, возвращаются, что это у нас там, есть чек-то, и, так сказать, вот, есть, есть такой канал, москвилизе, очень плохо слышно вас. Так лучше? Немного лучше. Так лучше, да? Вот, называется Сталинград. Вот они, как бы, и, там, и военный какой-то, и просоветский, но они против Путина, так, как бы, понимаете, критика это одно, но у них это препятствие всему, в России, вот Путин, понимаете? Хорошо, ладно, все-таки, все-таки у нас, у нас сегодня тема. У вас есть что-то добавить к этой теме? По поводу патриотического воспитания молодежи, по поводу того, что показывают по телевидению. Так вот же я об этом и говорю, что вот этот Сталинград, он, как бы, занимается патриотической деятельностью. У них там, то есть, то ли, вот если бы вы тоже прослушали их, и начали бы, как бы, вместе с ними полемику вести, или каким-то образом, ну, разобраться, что это за Сталинград такой, что он, как бы, дымовой завесой вот советского какого-то такого начала, но у них Путин во всем, виноват Путин, и вот там даже какой-то отсидевший военный, вот за свои... Ну, слушайте, у меня нет, у меня нет физической возможности сидеть и разбираться в каждом. Для меня, я же сказал... Ну, потому что Сталинград, Сталинград, это не каждый. Хорошо, я сказал, что... Очень хитрая. Хитрая пропаганда какая-то. Хорошо. Еще хотел бы вам подсказать, можете это имя где-то отметить, подключить бы его к вам, он как раз по линии культуры, он даже, то ли в Думе, настолько здорово выступал, Михаил Казини. Вот он бы мог бы нести определенную струю, вот ваше дело. Как, еще раз повторите? Еще и у Казини. Михаил Казиник. Поднимаем. Сережа, запишись, я там, Михаил Казиник. Да, мы там в скайпе, по-моему, с цифрой 51. Ладно, ладно, не надо нам тут сейчас... Я нашел. Я нашел. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Да, да, да. Я нашел. И где-то на его выступление. Давайте напишите, Михаил Казиник. Хорошо, хорошо. Разберемся, спасибо. Ну, ребят, еще раз хочу сказать, что я не могу, к сожалению, посвятить свою жизнь только за тем, что я буду разбираться, что там за Сталинград. У меня, честно говоря, уже заранее, если есть какие-то такие вот наезды на Путина, у меня уже какое-то есть отторжение. Я только что вам сказал, что у меня есть, конечно, какие-то, ну, так скажем, не то, что претензии, а вещи, которые мне хотелось бы улучшить, ускорить. Но я никогда не скажу, что Путин плохой. Я много раз говорил о том, что страна, которая у вас есть, то, что у вас есть хорошего, те изменения, которые у вас произошли с 90-х годов, вы благодарны должны быть только этому одному человеку. Поэтому у меня даже как-то особенно не возникает желания разбираться в такие Сталинград, если они к Путину так относятся. Вот. Моя, моя, как бы, цель, задача, желание просто помочь. Не не кричать, надо валить его, надо менять его, а помочь ему. Потому что не надо валить не его, а ему. А то у нас валить его, это по-другому. Ему. Так, Сереж, ты там видишь тысяча рублей на вентилятор. У меня это было вот сейчас. Я вижу только на экране, на экран смотри, а ты не видишь экран эфира. А, собачка, собачка бежит, да все. Так, ребят, я зайду в систему донат, я увижу, то есть у нас две тысячи рублей кто-то отправил. Спасибо. Кто пишет, кто пишет по поводу мобильных кондиционеров и вообще кондиционеров, значит, дело в том, что у Алексея квартира съемная. Это не его квартира. Кондиционер поставить туда могут не дать владельцы этой квартиры, как вы понимаете. Сплит-систему однозначно, сверлить стену. Что касается мобильного кондиционера, то как и любому кондиционеру, ему нужно куда-то выводить горячий воздух. То есть для мобильного кондиционера тоже нужна дырка либо в окно, это значит открыто окно, как вы понимаете. Это не вариант. Вот этот вентилятор лучше все. Вот я уже в гараже стоит кондиционер, который я с удовольствием бы отдал бы Алексею, но к сожалению я слишком далеко. Это такой мобильный кондиционер, который на колесиках, у которого сзади есть труба, которая выходит в окно. Вот. Эту трубу можно было бы вывести в форточку. У Алексея... Если она есть, Богдан, если она есть, не везде форточки есть сейчас уже. Ну, я понимаю. Но все равно там есть варианты можно сделать. Даже в окно, которое открывается в сторону. Там, конечно, геморройно, но сделать можно. Поэтому... Я считаю, это ужас мобильный кондиционер. И течет он однозначно. Нет, ничего там не течет. И все равно открыто окно. Открыто окно. То есть теплый воздух все поступает. Вот у нас... Нет, там надо... Там надо окно. Там надо окно пенопластом заделать ту щель, которую... Супер! Это... Это не просто, когда... Если как в Америке окно открывается наверх, то ты просто ставишь эту планку такую и на нее закрываешь окно. Все. Все, нормально работает. То, что открывается либо наружу, либо вовнутрь, либо наверх, да, там есть сложности. Поэтому... Значит, да, я согласен. Поэтому давайте остановимся все-таки на вентиляторе. вот я нашел 10 тысяч вообще. Прекрасный вентилятор на Е-каталоге. Можно его посмотреть. Вентилятор ромбика флау и он даже с ионизацией 9 990 рублей. По-моему, нормально. Поэтому... А что ты хочешь сказать? Вентилятор, который... который распыляет воздух... воду, вернее, создает влажность... Разве в этой части я... Наоборот, мне кажется, если жарко, надо... Как это? Я не знаю, как это русский. Называется de-humidity fire. Это когда осушает воздух. Осушать воздух Это, конечно, тебе при 100 градусах сухой... в сухой сауне ты будешь сидеть. В мокрой при 100 градусах ты сваришься. Ну, правильно. Ну, давайте смотреть на вещи реально. Квартир не его, еще раз. И самый благоприятный выход, вот оперативный выход, это вентилятор. Кондиционер, ему в любом случае надо согласовывать с хозяевами квартиры. Правильно? Так, ладно. Что у нас? Мы продолжаем? Или мы подытожим? Как считаешь? Давай я посмотрю, что у нас в телеграм-канале. До чего мы тут договорились? Потому что я всегда сторонник, чтобы хоть какой-то, как говорится, план. Какое-то решение. Единственное решение, которое мы здесь можем принять, это просто людям подсказать, что надо шевелиться. Ну, к этому мы пришли, наверное, в этом выпуске вообще. Что сидеть на месте не вариант. Все, кто нам сказал, что кто-то сегодня, что сегодня рассказать, что что-то делали, у них все получается. Это же очевидно. Да это везде. Так, боже мой. Сами все врем, потому что так удобнее. Мы так думаем. И вообще живем заголовками. Хватит жить заголовками. Самиш. Смотри, сегодняшний разговор показал, что не все так плохо, хоть и неоднозначно, и не все потеряно. Как я и сказал в начале, вот эта вот пена, извиняюсь за выражение, не эфирное, вот это дерьмо, которое всплыло, это в основном сейчас такое вот, ну, мода, веяние такое. Это все уйдет. Точно так же, как вот эта тема с Навальным. Подняли волну, подняли кучу, прям тут трагедия по всей стране. Теперь, Лешенька, кое-кого, за язычок, и за другие места. И как-то это потихонечку рассыпается, понимаешь? Мишанечка, ну так это только из-за того, что Лешечку посадили. Если бы Лешечку не трогали, если бы не пошевелили задницей, то Лешечка продолжал бы. Нет, подожди, это планомерная системная работа. Ты думаешь, что у нас в руководстве глупые ребята? Все равно? Нет, не переживай. Но я тебе говорил многократно, повторю еще и в эфире. Мое мнение, ребята, если вы в то время, когда у власти Владимир Владимирович, у которого лом в спине, если вы не наладите все как положено, к сожалению, этот человек не вечный, дай бог ему еще здоровья, чтобы он еще 30 лет вами правил. Но если вы не сделаете при нем все как надо, после него будет беда. Поэтому я никогда не соглашусь, что тихой сапой все делается. Делается? Правильно, хорошо. Цигель, цигель, быстрее, быстрее. Вот то, что я всегда говорю. Делается, делается, Богдан, не переживай. Алла Прокофьева говорит, надеюсь, Навальный будет сидеть долго. Так, ребят, я сразу хочу сказать, вы пишите, что это мой микрофон. Нет, это не мой микрофон, это микрофон Богдана. Я уже это вычислил тут, пока вот сижу, слушаю вас всех. Я отключал микрофон, одновременно со мной, отключал микрофон, Богдан, он разговаривал с кем-то по, видимо, скайпу, ой, по ватсапу, и потом, когда он вывел в эфир звонящего, сразу пошел скрип. Богдан, у тебя что-то, проверяй подключение, может где-то что-то, штекер какой-то. Я сейчас выключал микрофон. Непонятно почему, будем разбираться, но, к сожалению, это уже невозможно сделать в эфире. Да, я замечал, когда выключаешь и ты, и я, и говорил, Миша, вроде было лучше. Все, ребята, давайте мы закончим наш эфир. У нас два с половиной часа, любим мы очень длинные эфиры, ну, потому что, ну, потому что, как можно эту тему обсудить за полчаса. Нет, когда разговор серьезный, живой, интересный, то время пролетает незаметно. Я думаю, всем, кто в чате, кто все слушал, кто звонил, я думаю, разговору понравился. Это нужно делать. Да, я тоже так думаю. Это, кстати, работа. Ты говоришь, что делать? Вот так вот, поговорили, у кого-то поменялось мнение, кто-то услышал товарищей с запада, понимаешь? У кого-то, может быть, розовые очки упали. Увидел картину совсем по-другому. Этим надо заниматься. Идет информационная война. И мы с вами в одном окопе. Хорошо, спасибо большое. В заключении, подождем, посмотрим все-таки наш телеграм-канал с нашими опросами. По первому опросу, по поводу Милохина и его подобным, должны ли быть примером для наших детей? Так и держимся. 97 процентов. Нет, не должны. 2 процента. Что да, и 1 процент так и остался. Пофиг. Не вижу, сколько голосов. В общей сложности 158 голосов. И второй опрос. Считаете ли вы, что нужно начать с МИ государственную цензуру? 85 процентов респондентов написали, что да, и 15 процентов, что нет. Общее количество 137 голосов. Вот, в принципе, так. То есть, народ не украинен. Надо возвращать в Советский Союз и не париться. По крайней мере, закон СССР. И не париться. Телеграм-канал блогер Бен Лайф на Ютубе, на Рутубе. Все то же самое. Заходите, подписывайтесь, забывайте. Это очень важно. Не забывайте оставить комментарий. тоже очень важно. Надо продвигать контент. Это очень важно. Ребята. Мы не эхо Москвой. Нам не платит Газпром. Хотя, по-моему, он уже эхо Москвы не платит. Уже давно пора платить финансированный блогер Бен Лайф. Ну, как-то они не знают еще о нас. Наверное. Ютуб скрипит, пишет Джулиан Асанж. Наверное, действительно так оно и есть. Все, в принципе, да, наверное? Со скрипом разберемся? да, разберемся. Это первый раз. Первый раз мы со скрипом столкнулись. Я пока не знаю из-за чего. Спасибо за двух два доната, которые по тысяче рублей для Алексея Журавка. Можно продолжать. Все, что будет прислано в описании к видео, к любому видео, есть система называется Donation Alert. Вы, помимо того, что вы отправляете деньги, вы можете написать сообщение. Это попадает и в эфир, вы это уже видели. Собачка бежит, голосовое сообщение, все слышат, имя видно, сумма видно. Это все остается сообщением у меня в системе. Я зайду, посмотрю, все, что будет написано для Журавка, будет передано ему. И мы даже покажем. Ну, конечно. Сережа, Сережа сам купит, повезет. Даже, даже Алексею говорить не будем. Потому что, он будет ругаться, вы не знаете этого человека, он будет орать просто. Он будет, он скажет, зачем? не надо было это делать. Но обратите внимание в конце, это прекрасный человек, это патриот Украины, это политик, в каких условиях живет. Ну, да, да. Поэтому, это достойнейший человек, поэтому, дай бог, соберем, купим, Сережа съездит, отдаст. Надеюсь, что не до зимы, ребят, поторопимся, пока не кончилось, я тоже. Все, ребята, всем добра, спасибо, всем спасибо, забывайте, комментарии, не забывайте, комментарии, комментарии, напишите, несложно же, несложно же, хотя бы, я хочу еще сказать, в конце, в вашем конце, по поводу комментариев, огромное количество комментариев, YouTube удаляет. Я вижу, есть комментарии, я начинаю открывать, мне пишет, система пишет, комментарии удален. Во-первых, это обязательно произойдет, если вы используете ненормативную лексику. То есть, если вы что-то такое пишете, то есть, считайте, что вы пишете это все впустую. Поэтому, учитесь выражать свои мысли культурно. Вот, даже есть слова, которые, вроде как бы, непонятно, из-за чего, там, кастрюля, к примеру, это тоже уйдет все в банк. Не мной это придумано, самим YouTube. Поэтому, ищите слова, которые, вы, точно, не доведете свой комментарий до удаления. Потому что, таким образом, вы не... Не доведете YouTube до инфаркта? Ну, у YouTube инфаркта не будет. Там не сидит какой-то Джон и не очищает это все. Значит, надо комментариями довести. Но канал, каналу это не помогает. Вчерашний, вчерашний стрим, который у нас был, я вот прям сейчас посмотрю. Так, не надо... А, не забывайте, у нас второй канал есть, на который я решил выставлять не только прогулки с собакой, а и все вообще, что делается со мной. То есть, все поездки я не буду уже здесь выставлять. Никаких поездок тут не будет. Поездки будут на другом канале. Так вот, что у нас тут? Честно. Ладно, я... Это надо зайти на YouTube. Это вчерашний эфир? Да, вчерашний эфир. Я хочу посмотреть, сколько там комментариев. Там просто слезы. Это у нас... А, вот они не успокоятся. Пока живала в Живороссии. 7500 просмотров. Сейчас я посмотрю, что у нас с комментариями. Ну, что, мне нравится... 169. Ну, ребят, ну, слушайте, ну, 169 комментариев. Ну, неужели просто сложно написать одно слово? Нам понравилось или нам не понравилось два слова? Напишите. Ну, 169 комментариев, это мало, конечно. О чем мы говорим-то? И зайдите над каким-нибудь этим упором, посмотрите, сколько там количество комментариев. С уважением к вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok